в рядах сопротивления мы потихонечку начинаем трансляцию это естественно самый первый трай макс грекс привет если серьезно конечно далеко нет потому что вчера закончился предыдущий первый трай мы дошли очень далеко уже магнитное оружие уже там андромедоны появились бою но к сожалению миссия по освобождению региона пошла дико не по плану самого начала надо подумать кого все-таки подрежать на может снайпер нормальная тема ладно неважно на чем мы остановились месяц заканчивается три дня осталось мы делаем основы исследований может ученых только двое инженеров для сравнения четверо они активно расчищают инопланетную технику и один инженер вот это главное отличие от предыдущих троев постоянно сидит в центре тайных операций и мы постоянно их выполняем с эффективностью на 25 процентов выше сделали кажется а у нас подождите мы же броню сейчас можем сделать я готовлюсь к миссии как раз туда посылал там второй третий состав и подумал что как раз для этой миссии я могу себе позволить да вот она 12 дней эвакуируйте випа и контролируемого адмета ученого получим третьего ученый конечно тут будет не full нам надо будет меньше времени потратить но что проникновение вы понимаете сейчас посмотрим что у нас по отряду посмотрим какой они далеко неопытные вообще то есть у меня тут ранение один отряд ну кто где кто-то на секретном задании топовый отряд на другой на другой миссии что за миссия сама по себе эвакуируем городской центр старт без скрытности фиксированная точка эвакуации то есть мы набираем сюда бойцов набираем сюда бойцов алекс лютер привет риадау добрый вечер еще разок гранатометчик раз нет гранатометчик раз вот так вот гранатометчик скорее всего два пару спецов беру тоже на прокачку обязательно минимум одного рейнджера ну и напрашивается как минимум шестой а то и седьмой человек в этой бригаде если у рейнджеров и гренадеров выколотка у нас будет стандартной тем более что они базовые как вы видите тут особо ничего не придумаешь мы выдадим главным образом гренки пушки в последнюю очередь если вообще будем их выдавать по одной световой по 2 хаешки гранатометчиком и как бы все специалисты тоже дым керамические бронеплиты и аптеки азмас привет вот у рейнджер как минимум нужно дать магическое магическое на сваркрафт было мне по магическое оружие лазерное конечно же оружие еще я взял бы кого-то сюда дополнительно может быть возьмем пулеметчика потому что вроде как не исследовали мы улучшенное лазерное оружие штурмовики с неплохой весьма с молниеносными рефлексами но без пушки тоже да да пойдем шестером может конечно нельзя взять но он способен соло миссию выполнять есть еще новобранец которого было желательно бы подкачать а если так то что будет 7 9 мы можем пойти с новобранцами это неплохой вариант мне кажется кто-то как бы кто-то должен их качать правильно когда-то мы должны приниматься за их прокачек даже если у них не будет нормального оружия они ганатами числом будем брать демонов так а что по лазерным пушкам модов особо нет броня говорю сделалась можно броню хищника сделать несколько штук только непонятно кому выдавать это первое в этом трае броня хищника а по лазерным винтовкам как только лазерный дырокол есть винтовки то попроще кстати сделать дешевле они чем броня значительно дешевле чем броня не хочу выдавать неопытным бойцам лазерное оружие пусть лучше стреляют те кто действительно может стрелять давайте еще одному тяжу выдадим броню хищника товарищи будут танковать поехали так сейчас у меня людей почти не осталось на миссии всего два региона к сожалению разведданные не позволяют нам пока присоединить новое убежище потому что действует dark event на увеличение стоимости разведки но это событие скоро пройдет правда здесь не показывается когда вот шифры пришельцев ежемесячные расходы на разведку но мне очень хочется уже в третий регион улететь здесь бедительность адвента 6 села адвента 2 8 человек стоит сидит в конспирации здесь у нас разведданные мы собираем бедительность 1 села адвента 3 залечу-ка я на черный рынок посмотрим привет гг витамин фомбич здравствуй всем добрый вечер спроса в этом месяце никакого спроса в этом месяце нет что странно конечно модули блин я бы сделал партизанку чем не хватает на партизанке для партизанки и не хватает места нормального для партизанки и денег немножечко не хватает партизанскую школу надо делать с угла где-нибудь а что в стреломет нет защитный жилет сильный бронеплит а мы же выполнили слушайте у нас же завершилась заверши завершился рейд за материалами то есть в целом может быть нам имеет смысл продвинутые жилеты сделать чтобы уменьшить шанс ранения сколько у нас трупов солдатов адвента пять штук это почти халявная плюс единичка дополнительные защиты я думаю что надо в зоне испытания зарядить новый проект 4 получится не 5 что здесь еще один труп давайте так 10 материалов хорошо стоит ли форсировать не знаю стоит ли форсировать не хочу убирать отсюда инжа не хочу убирать отсюда инжа инженеров потому что они может быть знаете что сделаем сейчас подбустим скорость даже строительства потому что шанс найти на последние два дня какую-то миссию здесь довольно низкий о там гном лекс подарил флауту спирит волкеру и мистер велиру давить полетели сразу расчистка 6 дней 3 дня думаю что надо и здесь засада 17 процентов где-то сработало негативного эффекта да нет у меня народу сколько мне дают на его к 11 часов что здесь жутко здесь пока что тут топовая бригада да да мне неком лететь понимаете надо либо эту миссию бустить это будет непросто либо отправлять тех кто остался на спасательную операцию кто остался блин вот вроде отправляешь опытных товарищей на эти миссии все равно не нельзя штурмовик чушь снайпер может быть неопытные неопытные ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой у меня там хороший рейнджер хороший ниндзя на задание но они вдвоем там ваш канал на старом привет да здравствуй мы умерли мы умерли часть обрывается на жуткой защите материалов а сегодня уже новый первый по данный трой да расскажи кратенько что случилось все вот там там дроп из десяти человек слишком жесткие враги короче я пойду сейчас что-то нет нет чеку бахнула так ну нет не надо начать все тогда хвост спасибо так как же нам их спасти то как же нам их спасти отменять не отменять теоретически они могут добежать просто зависит конечно от от респа спасибо большое зависит от респа а ваш не добегут как странники надо это использовать надо взять гранатометчиков и возможно попробовать попривлекать внимание там точно идет хоть он и не боевой но тем не менее зайдет анклава тоже берем потому что ну как-никак есть звание снайпер с места может стрелять а кого еще брать не знаю разрушителей или разрушитель неопытный совсем пулеметчик тоже неопытный они все неопытные кто полезнее я думаю разрушитель полезнее особенно против странников произведем парочку броник и скорее всего какую-нибудь пушку ниндзя берет у нас топор охотничий и скорее всего не будем мы выдавать ему я без специалисты еще иду это плохо штурмаж берет броню хищника и даже лазерную винтовку снайпер снайпер политы аптека дым разрушитель хищника дырокол политы гренки аптеки еще один дырокол сделаем и ниндзя все-таки выдам броню ну потому что он в контакте чаще с врагом блин тяжело будет тяжело будет поверьте привет коликими двуалин здравствуй добро пожаловать да все товарищи у нас на миссиях все товарищи я даже донных взял понимаете на другую миссию здесь нужно аккуратненько делать разведку ниндзи нашим первичным нашими товарищами выбирать место чтобы мимо пробежать отвлекать внимание адвента странниками но сработало 17 процентов вот просто вот вероятность этого негативной этой негативной засады было не больше двадцатки точно и сразу пулем врагов ай мы которого сразу не убьем и маскировки нет что ж такое то а ой 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 хотя может с дуплетом мы его убьем а какой у нас урон на мы пробиваем броню в целом мы можем убить и с дуплетом то есть тут врыв скорее всего удар так но я не убегу тут просто от них нужно приходить пытаться его убить ну ясно собственно все минимальный урон нанес не факт что убьет здесь убил но этот действует полноценно элитно расширенный магазин мод превосходный что делать вот тут будет ну там либо крит либо не крит как бы все все просто наш прям по курсу что за дела вообще ну как как так можно сдвигаюсь влево на самом деле я там убивал его надо было топор кидать я поторопился и совершил грубую ошибку только не критуй пожалуйста только не критуй он отступает это идеально и он нам говорит где находится следующая пачка приблизительно но довольно красноречиво возникает вопрос стоит ли за ним бежать не стоит определенно а как лучше пройти он сдвигался вправо может не резко влево уйти давай этими товарищами тоже соответственно нужно уходить сейчас с другой стороны и встречать наших по этой длине да ведь ну звучит логично ну смотрим что здесь такая такой проспект серьезный снайпа выводим тоже на длину разрушитель возвращаем сюда выходим да да на карте три пачки врагов плюс подкрепление плюс страники одна пачка из двух людей как правило вторая из ну смотрим что здесь блин возвышения нет мне бы до дома до какого-нибудь добежать вот он домик рядышком но не сейчас сейчас нужно здесь мы сможем их уже прикрывать можем их встретить увидели кого-то три человека опасные опасные люди это у нас мэг продвинутый бронированный и просто продвинутый солдатерс и они будут сразу после этого дома то есть с ними мне придется зарубаться я думаю только когда мне на них выходить когда мне по ним стрелять я бы выставил для начала рокета сюда и спрятал бы штурмаша таким образом чтобы его ну типа не было видно но при этом он так но здесь надо будет на следующий ход только вбегать друзья и то не факт что у меня получится погнали то есть одна пачка слева с этим остаточным сейчас мы посмотрим добегает ли рейнджер наверх не добегает вот он, вот он вам важный момент и ниндзя пулит кого-то болит так два сектоида и этот но уже шансов у меня нет надо врываться А почему овер? А я тех с пулю У.. 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 так сказать и инициировать нужно ракетой если достану и конечно отклонение 1 клетка хочу поделать поехали странники сразу вызываются есть по всем попал хорош отклонение не в ту сторону было отлично подставляют фланги здесь соответственно у нас сразу серия выборов снайпер 80 80 167 а он даже этого может убить возможно кстати это правильный ход я посмотрим кто кого может есть можно сектоидов закинуть дезориентации и в любом случае рейнджер подходит прицелиться 1 можно порезать понятное дело но не хочу подставлять ой нельзя сектоидов до дезориентировать они где можно дезориентировать сектоидов одного только можно да так и чё делать здесь врываться надо это сто процентов кинуть топор в кого-нибудь 46 не хватит 74 в этом меньше вероятности попасть но больше вероятностью убить давай так 74 раз свободное действие раз есть минус 1 только в мэка я могу ворваться я врываюсь мэка есть какой нельзя топовый с этим топором а очень крутой дальше скорее всего даже раным ган в этого снайп нам должен помочь убить одного мелкого да здесь страники пойдут я понимаю может из ориентации даже если 81 солдат адвент пытаемся убить хорош и осталось решить что делать с этими двумя сектоидами все все я бы даже подбежал рейнджерам пока что здесь бы кинул все-таки даже на 1 дезориентацию пусть даже страники появятся они могут даже задержать сектоидов это нам может быть на руку ну а тут не хочу дезориентацию уже делать я пытаюсь его оглушить все-таки хотя надо было наверно стрелять просто оглушение на воход идеально просто так собрались страники трое ко мне один к сектоиду хорошо и с отой двое ой не бьют еще и хочу так больно а почему они сразу бьют о это минус я просто не не минус фух ой хорошо этот занят и ринфорсмент так я пожалуй здесь в рывашку из так раз 86 промах до 76 снайпер стреляет надо было сначала им конечно метку дать он попал критом уже хорошо здесь мы валим через верх пытаемся убить 50 процентов всего лишь к сожалению ничего не стреляет мимо нам вставать час будет мне нужно подойти помочь 95 погнали сектоид там занят надеюсь эти меня не догонят надеюсь на полный ход прибежали они да сектоид по 7 урона откуда урон такой у странников конский 7 4 7 снова подкрепа прямо во мне но мне там ниндзя подходит кто приехал мэг и обычный ой надо врываться сейчас будет сектоид занят так здесь что здесь подходим лутаем убиваем раз да надо как-то мэг убивать я не знаю как убивать на то что скорее всего снайпер его не будет видеть ой-ой-ой снайпер реально не видит его я неправильно штурмашом действовал вот кого мне надо было убивать снайпом штурмашом бежать на мэг я не успеваю добежать до мэг а ниндзи я успеваю только разве что грянку кинуть это не факт 81 плюс фланг не мэка не убивала вообще никак а он меня убивает даже поджечь не могу не могу сейчас будет жертва друзья возникает только вопрос как мне его или сможем давай так пробую две грянки а потом зарезать его но здесь все равно фланги эта грянка не достает здесь выстрел 80 но броня я из ближе к ваку а может реально гренками его закидать или чтоб странники пришли может у нас обратить внимание 79 может убьем может убьем а давай попробуем да убьем хорошо и за только не промажь пожалуйста сто процентов не промажет ва так все убегаем сейчас от странников и миссию выполняем непонятно вообще кем непонятно кем выполняем миссию беги 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 на секретное задание надо будет и крип хорошие дать людям раз уж я концентрируюсь на их выполнение а подожди сейчас мне могут этого убить точно я же сделал выстрел дурак это минус скорее всего рейнджер или не хватило не хватило им ходов ей убегаем просто убегаем все способны все молодцы должны успеть ранений нет хотя может где-то стоило прикрыть рейнджа не знаю добегу до него не добегут вроде он далековато да новые странники перерыв будет или нет нет не будет аспирант пишет не будет перерыва привет аспирант еще раз бегут 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 товарищи потому что не успеем убежать я ближнего хотел отстрелить как раз все уходим 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 нормальность но этот месяц хорошо полный такой на события на разнообразные все секретные операции выполнили все регулярные операции кажется за исключением одной не выполнили блин или все таки хватит им а не хватило я не знаю сколько у них ходов адвент присылает подкрепление в город который уже кишит просто странниками но это уже их проблема я эвакуируюсь нафиг надо я не помню что за секретная операция была два повышения мы получаем здесь но тут у меня титан качается на скрытность поэтому берем ему дополнительные обилки чтобы сложнее было его определить здесь лицом к лицу для увеличенного крита элитный расширенный магазин топовые для рейнджеров и и получили еще ультра концентрацию персональный боевой модуль о можем уже присоединить жнеца для этого нам нужно отправить солдата фракции добавить сюда ему лемминга причем не будет негатива от этого лемминга поэтому я отправлю сюда на прокачку снайпера через 12 дней у нас появится второй герой фракции так ресурсы через день достраиваем докапываем делаем соответственно партизанку непонятно за какие деньги на какие деньги я потратил все деньги просто на эквип людей высокая бдительность здесь низкая бдительность продолжим активность следующем месяце здесь ну что три события мы пропустили все месяцы выполнили рейд за материалом в рейд за материалами слухи сопротивления технологии 2 секретные 4 секретных задания и неудачных рейдов адвента тоже предпротели рейд атаки оттравляют противник использует бойцов дополнительный урон нас и плюс единичка дамага приказов новых нет ну чё делать здесь разведчики нас стоят советник убежища снайпер здесь у нас конспирация может регион проблемный я жду когда уйдет негативный ивент по разведданным и подключая следующий регион шестью людьми в убежище а пока инопланетную технику расчищаем и по какой-то ивент ушел сейчас я не увидел повышенная боеготовность понял далее в зону испытания отправляю одного инженера для того чтобы быстрее закончил проект с усиленными бронеплитами двух и других инженеров отправляем на расчистку инопланетных обломков но что мне нужны как раз материалы и сплавы на броню и на оружие партизанскую школу к сожалению сделать не могу повышенная боеготовность это отсутствие маскировки у наших бойцов на эти драколы работают тоже неприятные точнее точнее стрелять шифра пришельцев нужно чтобы эта штука закончилась так я пойду сканить за за миссиями то есть помогать нашим нашему сопротивлению определять миссии в этом регионе новая цель найдена сразу же пять дней предмет из поезда и и маскировки нет все еще слишком плохая миссия мало времени на подготовку много людей плюс один ученый открытие офицера и я улучшенное раз лазовное оружие буду делать или сделаем например дронов скроем сколько у меня обломков дрона кстати хватит ли мне на гремлина 2 1 не хватит так что по раненым раненые все еще есть ученый там сидит один до раненых много да вот прошлый рейд за материалами обернулся просто такой катастрофы но все равно вытащили к вы потери в этом трое потерь только сокол лимбинг так мы никого не теряли есть много народа еще поехали на миссию соколик солянова пытался эти сопротивления спасти так пришлось перейдить на сцене повышенный бы готовить сложно стать врасплох а радиус обнаружения только то есть мы мастер маскировки на радиус обнаружения меньше здесь у нас все еще товарищи без армора но это наш топовый состав топовый рейнджер заступник и так далее специалист гранатометчики поэтому и тут очень много сопротивления то есть там пять человек что джон коннер привет но в этом трае все хорошо много и инженеров неплохо по ученым могло быть лучше могло быть три трое ученых или даже четверо на данный момент но плохо по развед данным и присоединению региона отчасти из-за того что негативные ивенты были на штраф по развед данными отчасти из того что я не собрал не выполнял некоторые миссии на дополнительные развед данные вот поэтому мы сейчас ютимся на двух регионах нам нужно перед перейти на 3 я жду когда откатятся негативные ивенты мы Мы подключим третий регион. А пока нужно пытаться выполнять миссии в регионах с повышенной силой адвента и боеготовностью. Некоторым товарищам бронеприт они взяли. Раз, два, три, четыре, пять человек. Шесть человек, представляете? Но эвак мега далекий. Крайне сложная миссия нас ждет. Наша задача двигаться дико вперед, убивая все на своем пути. Не тормозя ни в коем случае. Потому что с таким эваком мы почти в любом случае встретим подкрепление врагов. То есть мы не успеем уйти до того момента, когда придут первые подкрепления врагов. Поэтому сейчас наша задача так по-боевому пытаться прорываться к врагам. Что у нас есть? Первым пошел рейнджер. Это ледоколыч. У него пристрелка бронебойные патроны. Есть модер, вахтер, заступник с лазерным тоже оружием, с крюком и двумя гранатами. А также с безжалостностью, с неуязвимостью и бронебойными. Да, бронебойные я уже сказал. Специалист фразяка. Она хорошо ломает. У нее навык высокий. Она опытный товарищ. И может лечить на дистанции. Дагфакс. Не такой опытный, как ледоколыч рейнджер. Но все равно с пристрелкой и с бронебойными патриками. Пекарь. Саппорт на прокачку. И есть тяж с заморозкой. Вот с него мы, конечно, должны начать нашу агрессию. А пока продвигаемся на полный просто ход. На полный, при полный. Наша задача, как можно быстрее, повторюсь, спасти этих товарищей наших. Как можно быстрее зайти. Но зайти мы без жертв не сможем. Ну, без боя не сможем. Это точно. Ну, как бы мы идем прямо на точку. На центральную. Там они... Ну, все они там. Не знаю, правда. Справа идут. Первый пак. Дрон. Продвинутый. И продвинутый. Можно их скипнуть, кстати. Вполне себе неплохая тактика. Тем более, что дрон... А можно с него начать. В общем-то. Причем я могу... И заморозить, и захватить, попытаться. Да, давай с них начнем. То есть, смысл в заморозке. Погнали. Замораживаем. Пытаемся сломать дрона. Те не успеют. А, тут за кавером стоит уже сразу. Ой, плохо. Блин, там каверс у одного. Одного я не смогу так просто убить. Ну, хотя я Магнусом просто джойнюсь сюда, и все на гневе. Главное не спулить. Еще пак. Но лучше с этого начать ходом. Раз, удар. А, не, я так не смогу. Я смогу выстрелить по нему дважды. Получить неуязвимость, и все. Так, давай попробуем ломануть дрона, пожалуйста. Фразяка причем. Именно под контроль взять его. Потому что негативных вещей почти не будет. Шансы 62% всего лишь на то, что нам дадут порулить на три хода этим дроном. Но, если нет, у него повысится защита. Ой, 46. Да все равно пробую. Нет, не получается. Увы. Увы. Защита его возрастает. С ним было бы гораздо проще. А может еще разок попробуйте ломануть другим человеком? Нельзя так делать. Увы. Справедливо. Давайте дальнего попробую дебютом убить. Раз он за каверами. У него жизни не так много. Мы его добьем по-любому. Здесь бы выстрел даже по дрону, потому что у него больше шансов на... Ну, плюс у него бронебойные патроны. Хорошо, лутецкий. Только перемещение осталось. Ничего-ничего, нормально все. Главное сейчас что? Не лезть вперед. Даже залутом сюда не стоит лезть. Хотя хочется. Ладно, две клетки. Что может произойти? Защита и... Железная кожа. Ой, не знаю, что такое железная кожа. Три человека из 7-9 были убиты. Мы можем двигаться... Несколько свободнее. Вперед. Но не знаю, насколько свободно можно двигаться. Тем более у меня часть людей на перезарядке. И может имеет смысл, да, потратить этот ход на... Но не уже близко. А по взлому что? Подкрепление на обратном пути надо ломать будет только. Перезарядка здесь не нужна. Вот здесь перезарядка. Надо будет моды выделить нашим рейнджерам. А то не без экстендедов, без перезарядок. Как заходить только внутрь, не совсем понятно. По стелсу или через парадный? Я даже не знаю. Время, 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 время уходит. Миш, подтянись, ладно. Давай так. На полный идем. Ну первым ты рискуешь, получается. А дальше уже... Просто почти по тем же самым следам идешь до людей. Да, змеи впереди. То есть внутри, как минимум, одна пачка. Так. Ну ладно, давай так. Готовимся вырываться туда. Реально, возможно, придется вырываться. И подкрепа, подкрепа. Сейчас открываем и сразу бежим отсюда. Открываем дверь. Раз, погнали. И никого. Что? Ломаем дверь. Там 70% в список сторонников. Не знаю, что это такое. Ой, Соколик, привет. Здравствуй, Соколик. Снижает стоимость контакта. Давай, нужно как раз. Есть. Дотянули на самом последнем проценте. До 63. После этой миссии мы сможем подключить... Но стоит ли тратить? Так, тут у нас новобранец. Ой, слушайте, врагов-то нет. Давайте я для начала сюда выбегу. Посмотрю, пул не пул. Похоже, что не пул, вы знаете. Да, не пул. Ох, как же здесь много людей. Шесть человек. Это такой жир. Это прям большая... Это, кажется, максимальное количество из возможных. Из возможного... Но-го. Я не буду пытаться убивать остальных. По нескольким причинам. Самая главная причина это подкрепление. Которые, если я останусь здесь, могут меня застать врасплох. Поэтому... Просто валим. Ну, ай проблема. Так, ну где-то еще две пачки врагов. И они сейчас пойдут. Я слышу змеи. Может, они на втором ярусе здесь. Я просто думал, что я их увижу, но не увидел. Ну что, бежим на Ивак. Леммингами. Здесь лучше по половинке хода отступать. Потому что некоторые отставшие у нас есть. И есть вероятность, что тебе придется... Ну, сейчас они выскочат, например, сверху, да? И ты понимаешь, что либо сейчас тебя расстреливают, либо ты здесь задерживаешься, как-то откидываешься, пытаешься прикрыть тех людей, которые остались сзади. Вот я хочу, чтобы... Чтобы у нас была возможность прикрыть наших бойцов. Во, уже подкрепа. Прошло-то два хода всего лишь, представляете? Еще две пачки на карте. А мне бежать три хода где-то. Короче, абсолютно правильное решение, что я побежал просто нафиг отсюда. А потом же прогрессия идет. С каждой новой подкрепа все сложнее и сложнее. Если ты не ливнул вовремя, то... То все. Надо помнить, что мы больше не организация, которая... Ну, которая просто может полномасштабную войну развязать против пришельцев и при этом проиграть. А группа повстанцев с мега-ограниченными ресурсами и... Которая не может себе просто позволить конфликтовать в открытую. Только диверсии. Только колки и такие удары. Все, сейчас я должен ловить подкрепу первую. Они у меня за спиной. Оверов у меня нет. Я предпочел бежать вперед. Или нет? Или они прямо на меня прыгают? Кажется, на меня. Я не узнаю, это здание, из которого мы доставали людей? Или... Это, которое рядом со мной стоит. Из которого мы доставали людей? Ну, тогда это подкрепка, конечно. Не туда была закинута определенно. Ну, вообще мимо. И мы просто от них драпаем. Просто драпаем. Пожалуй, нельзя всех выделить и пробежать. Всю пачку взять. И сказать, мы двигаемся сейчас в этом направлении. Такая толпа у нас. Это все же усилит наше присутствие в этом регионе. Плюс новобранцу выдали. Что тоже хорошо. Да и в целом, выполненная миссия без ранений, это уже большой плюс. Так как... Товарищи набираются опытом. Вот, а мог бы сейчас со змеями где-то сражаться. Возможно, еще с одним паком. Эвакуируемся. Некоторые немножко не дошли. Еееей. Окажется, что ты спас 6 безликих. Да, да, да. Вполне кто-то в камере мог... Может оказаться предателем. Но у нас есть офицеры, готовые вычислять супостатов. Надо не забывать. Вообще, на эти убежища я бы... Помню, что миссии по освобождению не самые жесткие. Я бы туда... Что третья подкреплите. Я бы отправлял кого-то гораздо более опытного и полезного, чем снайпы. Все, спасли. Чистенько. Главное, чтобы голубь в корабль не залетел. Там такие движки, что человек залетит, ничего страшного не будет. Это он нереактивный. Хотя... Не, может залететь. Сверх так всасывает и все. У меня вчера такая история случилась. Что там? Фомбича случилась. А, ой, неловко. А такое бывает? Че по себе? А, вы не видели. Ну, вы в чатике видите. Так, гранатометчик получил повышение. Прикрытие. Наконец у нас гранат будет. Две замораживающих. Защита. Железная кожа. Снижает на 3 единицы урон получения... В рукопашной схватке. Уууу. Это топовая для ниндзи какая-нибудь штука или для штурмаша. Странников танковать. Сигвард. Стейпав. Катаринский. Боязнь сектоидов. Так, 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 погодите, погодите, надо подумать. Во-первых, я, наверное, сейчас полечу все-таки подключать новый регион, несмотря на наличие штрафа. Но, если б я знал, когда этот ивент сработал... А, с ближайшим регионом. Это не тот регион, который мы ищем. Вот, с каким регионом он снизил контакт. 266, вы издеваетесь? И тогда ждем, когда ивент уберется. Усиленные бронеплиты будут готовы. Мы, инженера, переведем из зоны испытаний и сделаем там 4-5 бронечек. Которые не двойку, а тройку добавляют. Здесь у нас 5 человек в конспирации. Мы переключаем их все на разведданные. И с таким количеством, на самом деле, может быть, имеет смысл даже не сканить основным кораблем. Ну, то есть, опять же, покопать. Потому что все равно, с таким количеством людей, ты будешь с высокой вероятностью обнаруживать все миссии. Но здесь я активничать не хочу. Там бдительность 5 довольно опасна. Да, давайте поможем копать тогда. Там 13 человек, что от меня хотят. Вот, усиленные бронеплиты прекрасные. Там подсказки идут про убежищ. Там максимум 13, не может быть больше. Поэтому двое в конспирации. Новая цель где? 7 дней, пожалуйста. Устройте диверсию. Опа! Будем ли мы в середине месяца привлекать внимание к этому региону? Вытаскивать? Да только заработал нормально. Зачем привлекать внимание? У нас тут максимальная... Тут низкая сила адвента. И бдительность невысокая. Я думаю, что не стоит вообще идти на эту миссию. Эвакуация випа. Да пора. Погнали. Надо не пропустить этот ивент отрицательный. И срочно подключать третий регион. Срочно. Секретные миссии идут. Жнец готовится. Лазерное улучшенное оружие делается. Все вроде нормально. Партизанку бы сделать пораньше. Денег не хватает. Так, здесь у нас два товарища уже с бронёй и хищник. Эвакуация будет очень непростая. Потому что бежать далеко и бежать через мост. У меня тут два гранатомётчика, два специалиста. Два лемминга и рейнджер. Скорее всего так, да. Я пытаюсь хотя бы первый ход сделать такой. Да, помните это место такое? Обычно вся заварушка происходит где-то вот здесь. Даже если мы не увидели никого, всё равно это не повод подходить без укрытий. Разве что леммингами. Потому что если кто-то как-то всё-таки спулит врагов, то те могут просто пострелять. Понимаете, просто пострелять. Мирный кричит собака. Если рядом будут враги, то могут услышать. При привлечении внимания по логике сила должна в соседних районах снижаться. Да, так оно и работает. Ты как бы устраиваешь диверсию... Убиваешь Випа или устраиваешь диверсию памятника Адвента. О, с кого-то уже увидели. Три человека минимум. Мутон уже. Блин, что-то я к мутонам морально не готов. Там беляк. Эмерал даст. Мне негде прятаться. Вообще-то... Хорошо рейнджер видит мутона, но... Блин. А это кто у нас? Огнемячик. Блин, огнемячик достает. Ну... Это... Не факт. Пытаемся снять броню и снять каверу мутона. Самая опасная тварь это мутон. Он, похоже, стоит за кавером. Из-за которого... Не будет уходить. Блин, что же мне делать-то? Ну, дезориентацию, понятное дело, кидать. Здесь такую. Не, погоди, может быть... До дальнего тоже нужно дезориентацию кидать. Так что ок. Да, зря я двух леммингов взял на эту миссию. Надо, конечно, было аккуратнее играть. Что делать-то не ясно. Кто мутонный дезориентировать будет? Здесь бы я кинул дым все-таки. Хотя бы так. Ну, получается, надо сюда рейнджером подходить. Закидывать дым... Светошум дымутона... Либо тяжим, либо... Либо вот этим вот товарищем, если он докинет. Не докидывает. Значит, тяжим. Ну, а как иначе-то? Иначе граната прилетает и взрываешься. То, что на передовой стоит лемминг и два человека с броней, это, конечно, очень правильно. Но убийство мутона, это задача такая нетривиальная вообще-то. Змея справа еще. Вот он попал, убил лемминга сразу. Это второй труп в этом трае. Пытаюсь мутона грохнуть с дуплетом. А, не понял, почему 74 под дезориентацией. Там был полный кавер. А-а-а! Там не было кавера. Нет, был кавер. Это не может быть 74 под фулл кавером. Там должно было быть 35. Да, давайте я переиграю. Ну, то есть я стою под фулл кавером. У мутона где-то точность 80. Фулл кавер срезается ракет. Дезориентация снимает еще 20 или 25. То есть он никак не мог 74. Даже лемминга не хочу терять из-за бага. Багнутые кавера у средних машин. Понятно. Робин говорит, здравствуй, Михаил. А что, ютуба не будет? Я уже привык на плазм смотреть. Аспиранту вопрос по ютубу. Будет, не будет, не знаю. Может, лемминг не к машине присоединился к ящику? Не, у ящика вроде никого не было. Но сейчас мы увидим. Я его не перемещал. Нет, я его переместил и вместо поставил фулл кавером. Можно перемотать, посмотреть. Ну, нечестно это. 74. И то, что прошел крит. Скорее всего, там крит был, типа, 20 плюс процентов. Значит, он, типа, стоял не за кавером. А, света не будет. Давайте я попробую со своей стороны включить рестрим. Включил. Загружаемся. Сейчас увидим. Там еще по анимации человека можно увидеть, он за кавером стоит или нет. Черешни отличные. Сегодня продолжал есть. Это не факт, что меня уже не убили. А, уже убили. Ну, класс. Обидно. А где вражеский пехотинец? Забаговался, видите как. Он, типа, там стоит, но не там. Пробуем мутону убить. Получается. Блин, лемминга жалко. Элитный прицел, отличный мод. Самый мой любимый мод. Непонятно, куда стреляет, в общем. Ну, нейтрализовали. Я еще увидел мэка. По центру, мимо которого я точно не пройду. И помним про что? Про то, что... Еще огнеметчик сейчас будет выскакивать. То есть, мне бы... Во-первых, не толпиться. И встать на оверы. Блин, все три пачки рядом, а? Он здесь подниматься может. Вот он подвыходит. Но, может, не успеет подняться. Да, не успел, хорошо. Блин, и там мэк будет. Надо все равно левее брать. Опасная ситуация. Леммингам нет смысла гранат кидать. Ну, ладно, давай этим грянку кинем. Но эта штука, видите, хреново убивается. Она подсвечивается. Где заморозка магнитного оружия? Спереди со злом выше пролю... Ты что, пропустил, гроулер, все? Сейчас сыпешь соль на рану, я не пойму. Гроулер, прекращай. Убиваем эту пачку. Ну, хотя пишет активно, три. Как будто мы спулили еще двух. Хотя ничего мы не спулили. Но музыка играет, как будто спулили. Что узнаем? Да, спулили. Я не знаю, как это происходит. Там же люди под обером стоят. Два мэка. Ох, это очень плохо. Я пробежал с Overwatch вообще. Ну, это что за баги вообще такие, а? Я не могу понять. Ну, как это так? Он сейчас на Overwatch спулился просто. Игра, ну хватит издеваться надо мной. Я не знаю, что делать сейчас. Мне нужно через мост, а там два мэка. Здрасте. Стоит на овере, я не могу даже к одному подойти. Блин. Протокол помощи. Ну, я должен леммингом срывать овер и продвигаться. Хотя сюда продвигаться хреново, но нужно. Ну, меня здесь забомбят просто все. Ну, хотя бы вот сюда нужно подвести парочку бойцов, которые способны будут убить мэка. Черт. Ну, что это за игра? Ну, Лемминга надо подставлять. И не толпится ни в коем случае. Ну, что, с богом. Ну, конечно, ты попадаешь. Да не, я не хочу так. Я не хочу. Ну, это не дело вообще. Они пулятся издалека. Но на самом деле не пулятся. Но стоят на Overwatch. Не должно быть этого Overwatch. Достало. Лемминга потерял на этой миссии забагнутого кавера не переиграть. Так еще и второй пак встает. Думаешь, Перезапуск поможет? Я сразу закрыл игру. То есть там не должно было сейва сработать. Запускаем. Старт очень долгий. Этих мэков у нас только рейнджер нормально может убить. И то по штуке заход. Там могут вписаться, конечно, гранатомерчики. Закидать, снять, попробовать расстрелять. Но для этого нужно прям потратить пару гренок в рамках одного хода. И еще при этом три раза попасть другими людьми. Что за дискомбинация мобильников? Где мой синий кристаллик? Ну, некоторые иконки носят такой служебный характер. Поэтому на Android, на Apple, если у тебя есть права на сайте какие-то особые, у тебя будет особая иконка, не меняемая. Так, мы типа еще не спулили их. Ну, он уже стоит на овере там. Ну, уже стоит на овере. Может попробуем пройти мимо? Хотя это так рискованно. У машины толпится сейчас это. Вдруг они... Они же смогут подойти и сделать выстрел. Они же типа... Ну, я хочу отойти еще от змей, которые здесь сидят. И чем быстрее мы минуем машину, тем лучше. Резко влево. Ну, он там на овере ставит на респе. Не, ну хорошо, на самом деле, что сейчас... Мы можем, по крайней мере, мимо этого проблемного места уйти. Они типа не знают, куда идти. Так что наша задача сейчас... Так, вдоль, 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 бочком, бочком, бочком. Чтобы они не выскочили в процессе. А то там будет расстрел без каверов. Дальше уже идем за укрытие вперед. Желательно начинать с... Ой, даже не знаю, с кого. Блин, они... Второй пак уже здесь. Может, еще левее уйдем сейчас. Да, змея рядом. И здесь на овере стоит. Мэг. Блин! Капец, ну что за... Что за... И спулил опять. Все, они побежали. Ну, это жесть. Это жесть, как она есть. Мне нужно сейчас всеми на рывке бежать влево. Искать, где можно спрятаться. Чтобы не спулить правый пак. И чтобы нас не закидали... Блин, да нас реально тут закидать могут всех. Парой ракет. Или с места пострелять. Попробовать его убить. 388. Один патрон. Ты только один раз выстрелишь, Миша. Вот и все. А сюда подойдешь, второй пак, скорее всего, увидишь. Ну, я бы подставил Лемминга как-нибудь. Нельзя вставать рядом. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. И сюда нельзя идти. И сюда нельзя идти. Что делать? Ну, убирать спеца, пытаться... Может, этими двумя встанем за кавер. У них броня, по крайней мере, есть. То есть, лучше, чтобы по ним стреляли. Они могут как-то перенести выстрелы. Опять я пробежал не так. Ну, Миш, ты же... Там справа Мэг будет флуговать меня. Ну, отсюда видеть не будет. Но вы же знаете, что они видят всегда. Здесь была уже у меня ошибка грубая. Не вип не может найти себе места. Не этот. Не тяж. Тяж без всего. Замбамбит. Он здесь. Что, випа подставить? Ладно, давай подставим випа. Время молиться. Ну, я думаю, ракеты и ракеты сейчас полетят в двоих. Ну, это что? В слону дробиным. И... Да, ракеты пошли раз. Броня поглотила. И вот второй выстрел. Нет, по випу. Ну, был выбор. Либо вип, либо как кто-то из наших, может, мог умереться. Жалко ученого. Разрыв. Выстрел. Раз. Что за царапины? Ну, вот не факт, что мы ее сейчас убьем еще. Ну, протокол блокировки это совсем не в тему. Почему я начал с дальнего? Вот, хрен его знает. Кто мне расскажет, кто подскажет? У Леминга обычная пушка, поэтому ему только гранаты кидать. И надеяться, что эти товарищи попадут. 88. Царапина. Опять додж. 20%. Ну, молиться только. Да ты издеваешься. 20%! Три раза по 20! Ну, все, это минус человек, скорее всего. Что за... Что за... Не, ну это... Да я вертел такой рандом вообще. На ютубе, типа, тихо. Ну, ребят, ну будет запись на ютубе тогда. Ой. Сейчас попробую через старый рейстрим и запустить. Возможно, Эльдар там... Все. Напишу ему. Короче, возвращаемся в игру. Два серьезнейших ранения. Дикие промахи. Лут собирать нельзя. Потому что там... Еще пачка. Ну, фейловая миссия. Ученого мы не спасли. Тоже мега опасный пак. Подкрепы уже побежали. Мейз, мейз, мейз! Стопайся! Понял. Вся бы опыт получили. Продолжение следует. Будем делать. Входи домой. В подкреплении уходим. Зомбарь бегает. Вообще, я мог ученого спасти. Если бы правильно там походил, поставил бы... Ну, там до кавера один не добегал. Просто у меня был выбор. Либо оперативник получит выстрел от Мэка, либо ученый получит выстрел от Мэка. Я решил, что ученый менее важный. Блин. Ну, с самого начала. Багнутый блин кавер, багнутые Мэки. Хреновая миссия. Зачем я считаю, что это галка Iron Man? Для самоконтроля. Чтем не злоупотребляет. Там, где нет багов. Прикрытие. 14 дней ранения у Рейнджера. Лемминг прокачался. Лемминг второй убит. На баге убит. Элитный прицел. Десятка. Ученого не спасли. Увы. Быстрое строительство. Новая цель. 8 дней. Разбойное нападение. Невосприимчивость к яду огнем. Я бы сюда налетел в шестером. Ресурсы нам очень нужны. Это не в скрытности же. Сюда должны лететь ребята, которые умеют сражаться вплотную. На ближней дистанции, соответственно. И ниндзю бы вытащить какого-нибудь. Вот, отлично. Жалко, что я... А нет, взял топор. Хорошо. Ой, хорошо. Давайте. Энекуи Берракс. Быстренько. А заступнику нам не хватит? Хватит. Броню заступнику делаем. Хороший бонус сразу же. Гранаты пригодятся тоже. Рейнджерам пластиночные... Да всем броню хищника нужно выдавать. Не забыть рейнджерам выдать еще элитный прицел, который мы недавно получили. И сделать усиленные бронеплиты. Потому что... Ну, потому что... Я специально это исследование сделал. На все трупы Адвента. Солдатов. Плюс хит, который не идет в штраф. Так. Что у нас тут по прицелам? Модифицированный прицел. Элитный прицел. Переклад расширенный магазин. Элитный расширенный магазин. Рейнджер почти с топовыми грейдами здесь. Этому товарищу... Расширенный магазин лучше поставить. Рейнджеру заменить тоже на усиленные бронеплиты. Хорош, хорош, хорош. Хорош, хорош, хорош. Штурмовичок. Ну вот не знаю, дробаша нет. Я думаю, что лучше все-таки брать винтовочку лазерную ему. Желательно с критом. Моды поснимать надо, наверное. А что тут по расширенному? Автозаряжение. В этой стороне лазерный. Сейчас снимем улучшение у пушек. Посмотрим, на что нам хватит. Влетать будем шестером. Жалко, гренадера нет. Он бы помог. Здесь у нас пистолет-пулемет. Дуракол, точнее. И тоже броня хищника. Вообще, может, добьем еще одну броню хищника? Вроде денег впритык нахватает. А почему мы разрушитель и модифицированный прицел не выдали? Вместо глушака. Вместо все-таки лазерного прицела. Мы дефицитированный прицел. Он все-таки не абсолютник по точности. Не всегда у него такая возможность есть. Стрелять абсолютным. В шестером. 7-9, да? В целом, гранаты и так есть. Боевые скафандры, снабжение. Погнали. Элитный отряд отправляется. Мы просто в бой. Так, я продолжаю строительство, потому что здесь все равно 13 человек. Они нам, видите, миссии находят очень хорошо. Ой. О, нашли шпиона. Миссия такая на трупы. Хорошая миссия. У нас уменьшится количество людей. В любом случае, на минимум один, максимум два. Нет, максимум вообще минус убежище. Там у нас есть снайпер. Но снайпер с раскачанной, кажется, базово. Не факт, что у него даже есть смерть с небес. Не факт. У нас тут пачка леммингов. С неплохими, кстати, обилками, смотрите, у этого товарища. Мало того, что здоровье миллион, так еще и урон по технике бонусный. И, слушайте, этот смерть с небес снайпера желательно бы куда-нибудь поставить наверх. Только небес я что-то тут вообще не вижу. И с бронебойными он. Ладно, погнали. Наша задача вычислить шпионом. Первые миссии довольно простые. Два человека с дробовиками, это очень хорошо. Кажется, она всегда так, на самом деле. Не хватает приклада этому снайперу. Не хватает снайперской винтовки. Здесь две пачки врагов. Где-то 5-6 человек. Самый опасный, конечно, это безлики. Из-за своей плотности и... Ну и силы в целом. Дарут говорит, Миша, Варик, будешь стримить? Сегодня стримили Варик. Дарут, ты что, пропустил игры Фоги, что ли? Ну ты даешь. Ты что, не подписан, что ли? Я же анонсировал все, мы сегодня стрим делали уже. У-у-у-у-у. А ты подписываться будешь? Ну там удобно, как бы приходят уведомления сразу, когда я пилю анонс. Деда говорит, я подписан, но все равно пропустил. Ну ты, конечно, лопух. О, есть, возвышение. Вот сюда бы нам сдвинуться, если успеем. Там бонусная точность и дополнительные действия после выстрела А здесь как бы каждый выстрел важен Так что я сдвигаюсь в сторону этого возвышения Мне на таких миссиях больше всего нравятся как раз снайпы в качестве оперативников Потому что они не ограничены по количеству времени Зона большая Но я не уверен, что снайпер это лучший оперативник Сектуэт плюс милишник Лучший оперативник для защиты убежища Потому что там сразу начинается жестко все То есть противники вокруг тебя бегают Так давайте двух людей с дробашами мы выводим на передовую Остальные аккуратненько вокруг Моя задача сейчас встретить их наувер Подпустить как можно ближе к дробовикам И убить Так стрелять я не хочу В целом ранение нам ничего не стоит Уходит влево Я все равно сократить особо не могу Пока что Пока они сильно не ушли Но я буду, видимо, их где-то здесь принимать Надо на обратном пути Тут место встречи И, соответственно, там может быть вполне второй пак За этой штукой было бы хорошо, если бы они спрятались Снайпа оставлю с фланга Он отлично здесь может поработать У него не будет штрафа на дистанции за этой обилки И при этом он может даже по флангам пострелять Ну, то есть они будут прятаться Видя только эту цель Очень хорошо Можно вообще с советниками бежища храмовника поставить влайте Он вообще разрывать всех будет на таком типе миссии И будет очень хорошо смотреться при этом, при всем На миссиях Ну, когда сразу жара начинается тоже Но держать Не хочется держать человека в качестве советника Который Ну, который может полезен на регулярных быть миссиях То есть Я от снайпов как раз отказался Потому что во втором XCOM гораздо меньше Меньше миссий на Так, ко мне идут Причем надо их подпустить Как-то поставить человека вот так в открытку Гораздо меньше миссий Без ограничения на количестве ходов А если у снайпера есть Ну, если у вас есть снайпер То очень часто он Я на двух дробашей сейчас заманиваю людей Они максимально близко должны подойти Вот так, наверное, даже О, сейчас будет такой расстрел, капец Добрый день Раз В дробашей я рассчитываю В дробашей рассчитываю Раз, шесть урона Минус сектоид А второй дробовик будет стрелять, нет? Будет сейчас будет Да как? А, вот он Понял Окей, ну вот, пожалуйста Фланг Фланг уже есть у снайпа То есть нам даже не нужно париться по поводу По поводу, по поводу Просто раз 92 И еще лутецки собираем Ну, а здесь спокойно из дробаша добиваем Дальше не торопимся Вообще хорошая миссия Если правильный советник стоит Если ты Мне кажется, снайпер все-таки лучше В моем случае Мне кажется, он лучше будет Заряжаемся, перезаряжаемся всеми А на следующий уход уже собираем Ну, следующий пак, скорее всего, вот на дороге Потому что они часто встречаются Именно там Собираем лутецки Элитная настройка спуска Это для Overwatch И приклад Так Что дальше? Нужно выманивать товарищей на нас Я пошел потихонечку Уже спулили Ну, как и ожидалось О, не, они правее Да, и пошли безлики Сектоид, стрелок И безлики Понеслась Пока они стоят хреновенько для меня Видите? Снайпер вообще никого не видит Ну, я ухожу здесь Возможно, Дымчанский кинем Я бы здесь тоже немножечко Отступил Ну, с полуукрытий На передовой у нас штурмаши С дробовиками Ждем противников Надеемся, что снайп Сможет Сможет Ну, пострелять по Фланганутым Они как будто знают, блин, где снайпы Бегут на него Безлики бежит Начинаем стрелять Но Дробаши, конечно, будут мазать На такой дистанции Конским образом Кстати, Дым был Довольно спорным решением Потому что, если бы он добежал до Дыма Мне было бы значительно сложнее Его убивать И так-то вообще не факт Восемьдесят восемь попали Хорошо Семьдесят семь уже не очень Тут шестьдесят четыре В целом, я думаю, снайперам уже надо потихонечку мочить Пытаться Ай, хорош Вообще, можно уже бежать вперед На сектоиды Это все равно придется сделать Так что давайте Сокращаем Чтобы как-то собрался безли кого-то убивать Ну, тут девяносто пять раз Игренкой можно добить, если уж Совсем страшно Ну нет, здесь сто Не надо Гренку убивать Дальше я сектоида Не буду дезориентировать Специально для того, чтобы Я по нему Кину Гренку Чтобы было Ему сложнее стрелять Но я думаю, что он будет там Панику какую-нибудь Пытаться сделать Или еще что-нибудь придумает Такое Психотропное Ну, мы потихонечку к нему подбегаем Первое Ой Да, отступил И паник Снайпер не сможет Пострелять по нему нормально Ничего-ничего-ничего-ничего-ничего-ничего Сейчас решим Не переживай Сейчас решим Снайпер может попробовать 47 Давай попробуй 50 на 50 Либо попадет, либо нет Попал Но царапина додж сработала 17% Планшет адвент хорошо Разве данных потенциально можем получить Но вот сейчас я буду все-таки Дезориентировать его Хотя, не знаю, может неправильно это Полукавер Вроде как не должен вообще нас убить Если крит не пройдет Слишком плотные люди у нас в убежище Очень плотные, на удивление плотные Процентов 35 у него 22, ууу, нет, так не пойдет Все, добиваем Весь лут собрали, никаких проблем не возникло Что за баг? Кинул донат и даже не высветился Ере, че Ты через приложение донатил? Через приложение донатил? Ере о чем Можешь зарепортить через приложение Если через приложение Потому что Это может быть Прошу прощения за Через старое или через новое Кстати вопрос Блин, старое надо снести Наверное уже Так, здесь снайперу даем Господствующую высоту Чтобы он еще точнее Стрелял с высоты Планшет элитная Модифицированный Приклад лазерный прицел GoodGameX Или YouTube пошел Спасибо, Аспирант Мало ученых Вот это плохо У меня был бы сейчас третий Ученый Так, а зачем в зоне испытания У меня тут сидит инж Я же его хотел убирать Ну пусть лучше копают Естественно А где новое, братья Как узнать, что у тебя старое Ну старое Новое появилось Где-то три месяца назад Так, ивент не прошел Чисто случайно Не прошел Есть старое и новое Что же бывает GoodGameX Приложение А, новое, да Только для iOS На андроиде Ну а как оно? Старое, оно хорошее старое Здесь нельзя действовать Здесь мы и так действуем Нормально Закалка Более живучие пришельцы Расчистили еще Получили материалов Но все равно на партизанку не хватает Я хз, что делать Денег нет Чищу обломки А почему майкер не смотрит игру Фоген? Так они уже отыграли Или там другой турнир? Дополнительный урон еще у врагов Ой, плохие ивенты Плохие ивенты Еще одно скрытое событие Грядет И у нас появляется герой фракции У нас появляется жнец Правда, к сожалению, у нас нет денег для того, чтобы... Нет, есть деньги для того, чтобы сделать ему, по крайней мере, броню Жнец хорош Будет помогать на некоторых миссиях Плюс у нас там приказы могут новые появиться Можем? Нет, не можем Так Рост влияния я буду Блин, Титана надо брать Ну, это приказы Приказы топовые Прокачаю новобранцы Здесь уберу и мой квип вообще А там есть, вероятно, засады Сори Тогда это ошибка Лучше наоборот дать Там эвакуация или что? Интересно Засада может быть Реально может быть засада 20% То есть не стоит сюда отправлять совсем на басов Нужен мобильный человек сюда Но не стрей Есть дакфакс, конечно Ладно, давай его Перестрахуемся Даже винтовочку ему выдам Проблема этого трая в том, что у меня два региона очень долгое время И это прям Проблема, проблема Новая цель Здесь, видите, нам хватает Ученого можно получить Освободите вику из транспортного средства Восвободите из транспортного средства К сожалению Хороший отряд у меня сейчас занят Я не знаю, кто мне вообще доступен Доступен жнец Повышаем бойца в звании Я его качаю через ножи Блин, отправлять одного человека сюда Почему одного? Может наберешь? А как там следующее задание Предыдущее? Мы 66, да? Сколько дней? Два дня, девять часов Ай-яй-яй-яй Давайте попробуем собраться Ну и взять отряд нормальный Типа рейнджер, гранатометчик, специалист рейнджер Жнец Жнец 82 бакса Первое, что делаю Это, конечно же Броньку Ошибка Бронька на жнеца Вот че я поторопился тыкнуть, а? Такой дурачок Капец Лазерное оружие у нас есть Только надо вытащить Будет модификации Из пушек Мод прицела есть Представляете? На обычном Автомате у рейнджера Броней дополнительной нет Я всеми Все броньки отдал Основному отряду И это ошибка Но хорошая новость Что есть морозная бомба То есть гранатометчик Который у нас с двумя Саппорт-гранатами Будет Кидать две грянки И это отлично Еще одному рейнджеру Винтовку Бронебойки Защиту Дополнительный Светошум Специалист у нас идет Тоже стандартно Но сейчас два ивента Сработало, понимаете? Сейчас будет Сейчас противники будут Жестче бить И будут плотнее в целом Да-да То есть по-хорошему Мне нужно вот эту вот Броню раскидывать По всем остальным Шесть человек помещаются В целом неплохо Будем ли мы винтовку еще давать? Да нет, двум рейнджерам Должно хватить Модифицированный прицел Хорошо Рейнамагаз Модов хорошо Партизанку надо сделать Блин, партизанку надо сделать Элитная настройка Окей Надо пока не забыл Еще после этой миссии Сразу же Отправим Возьмем снайпов И моду накидаем на пушки Ну, те, кто Советники убежища Им нужно Модификационное оружие Закинуть Потому что я Могу забыть Это сделать Вот первый советник Убежища Улучшение оружия Лазерный прицел Главное Это модифицированные приклады И... Да и пожалуй все Советник убежища Советник убежища Здесь все равно Лазерный Приклад Хорошо Уже лучше У нас две миссии Мы продолжаем искать Потому что Могут быть миссии Которые мы сможем Выполнить При помощи наших Леммингов Сила Адвента 2 Бдительность 2 Материалов Денег нет Ресурсы через 10 дней Подключить третий регион Я по-прежнему не могу И улучшенное Лазерное оружие Делается Давайте слетаем На черный рынок Глядя, что Можно каких-нибудь Ненужных модификаций Попродавать Может что-то Пользуется Резкое зрение У меня он только один Скорее всего Ультравосприятие 8 меткость Это лучший мод на точность Прекрасная модификация Пластинчатую бронезаступника Предлагает продать за двадцатку Как-то не смешно Может быть и стоит Купил за 30 И потратил еще там Сплавов Продал за 20 Сканей дополнительно Не буду Потому что Мисси мне хватает А так я хотя бы Сплавы и материалы Буду получать За счет раскопки Улучшенное лазерное Готово Нам дают пулемет На халяву А все остальное Надо производить Вектор для жнеца Копье для снайперов Двух Как минимум Лучевой веер Драбаш 1 Ох Что там хорошего есть Можно вскрыть вайпер Надо посмотреть Что по трупам Надо посмотреть Что по трупам И что нам нужно В зоне испытаний Да какое строительство Отсеков Подожди Инвентарь Труп вайпера 2 На один патрон Не хватит Копеечка Не имеет смысла Вскрывать Безликого тоже Офицер Сектоид Но сектоид Это пси Ну ради Отравленной Пульки 1 2 Можно вскрыть Вайпера Она довольно Дешевенькая Плюс тебе дается На халявку И она мне Очень нравилась 7 дней Да давайте 7 дней Труп вайпера Потому что нет смысла Вскрывать кого-то Если у тебя нет второго Трупа Потому что именно За второй труп Ты получаешь Ты можешь сделать Какое-то улучшение В зоне испытаний Поэтому если у тебя Один труп Лучше Не рыпаться Вообще Новая цель Три дня Взломайте Ну как Вот и не хватило Мне Времени на Так что здесь Погнали Внедряет новую броню На основе материала В стоящую Квоздистии Окружающей среды Погнали Здесь наступовый отряд Все в броне Насколько я помню Все Всем большой привет Друзья Добрый вечер Субботний Сегодня Фогич Поиграл На смайлкапе втором Игры были интересные Запастись Нужно Валидолом Хотя Не сильно переживал Я уже философски Смотрю На игры Фогича Крис Хунта Привет Привет Еще раз Все в броне Нельзя давать Всем броню Понимаете И нельзя на миссии Отправлять всех Топовых товарищей Потому что бывает Такое Что тебе Ну хотя бы Парочку Добавить Другие А у меня Тут же Я понял Почему я тут Броню Отдал всем О Еречи Еще раз Да Так Да Е Спасибо Спасибо Теперь я могу Аирдроф На Кинуть стрим В исходном На телек И без мыла И тормозов Смотреть на твою боль Чикипибарум Чики-пи-бару, спасибо большое, спасибо нашему замечательному Ашанчику, разработчику, слышь, продуктовому аналитику, который запилил новую версию в довольно кратчайшие сроки, с учетом необходимых фичей, типа AirPlay, там Picture in Picture, ну и в целом это приложение шустрее работает. О нем пока немногие знают, из пользователей. Так, давайте проверим, где у нас первый пак, мне нужна информация, я не могу никак никого увидеть, это уже не очень хорошо. Потому что врываться внутрь, пока ты не убил хотя бы одну пачку врагов, это очень рисковое мероприятие. В целом у меня есть люди, которые способны ворваться, я и набрал тут народ по такому же принципу, чтобы они были способны. Время у нас тоже ограничено, поэтому... Ага, первый пак внутри. Может не только первый. Можно сломать помехи, измененные гипнографии, я не помню, что за это. Хотя не будет же негатива, если взломаю, если фейл будет. Ну только я потрачу полдействия. Не, не хочу. Потому что не уверен на 100% в этом, а выкинуть 20+, небольшим, довольно маловероятно событие. Ну как мне быть сейчас? Вламываться я реально не хочу. Там же может быть просто... Просто ад. Я еще поддержал ваш канал на 150 рублей и сообщаю... Кстати, оказывается на ИОС есть полноценная, не кастрированная версия АИКС, чем со всеми официальными топами. Уже неделю на работе только и делаю, что выживая на Легенде Загрызка. Стоит топ Космос. 2200 рублей. Да. Блин, я ХЗ как ворваться сюда. Я слышу, где враги. Я выбил... Сейчас увидим первый пак. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Вот оно что, Михалыч. Блин, у меня в спине остались люди. Довольно сильные. Что будем делать? Уходите от них, я думаю. То есть меньше всего мне сейчас нужно. назад возвращаться в рамках этого хода сейчас справа будем уходить от них блин они пулиц плохо да да и твою налево ну не ушел я блин от них а уходить надо было еще бронированный товарищ сидит видимых целей нихрена шинки нет это первый ход пожалуй свободное действие мне нужно этого фланговать пытаться его не флангую нормальный ход никак не флангую блин я теряю до хрена времени так что по и вакуум и вак же справа окей возможно это наш выход да уж так ну у нас есть топор наверное придется вопрос только как мне снимать как не этого убивать я не пойму мне в целом приходится сейчас очень сильно очень много времени терять тупо для того чтобы увидеть людей и не факт что здесь не будет второго пака между прочим охренеть круто я попала еще на тв а наверное выстрел минус 1 дальше скорее всего нужно в рывашки делать только не знаю куда может я смогу к нему притянуться 54 46 давай сюда ладно попробуем ну а вдруг есть хорош хорошо рыв только действие то закончились ну протокол помощи здесь можно ниндзя воровать да наверно врываться ниндзя просто погнали да пофиг что меня определяют обнаруживают я не хочу скрит получать в лицо даже с броней дальше мы дезориентируем а я не увидел этого момента то есть его надо фланговать в любом случае может даже давай его попробуем оглушить на оглушение сейчас правильный ход ну что сто процентов что щитоносец у него 2 2 2 единицы армора хрен с 2 его убью вообще так подкрепление восемь ходов здесь на следующий ход подходим дуплетик делаем но я потерял очень много времени мне кажется не надо будет врываться дальше так что здесь здесь у нас бронебойные 1 бронебойные 2 у тебя патриков нет к сожалению нужных да я не хотел дуплет тратить он может мне пригодится еще в этой возвращаться но возвращаться опасно что пока ты вернешься можно кого-то спулить мне кажется надо рисковать если мы хотим еще что-то собрать надо надо подходить и это только первый пак майка слышу справа да есть контакт ой сразу два пака это разделенный пак раз-два хорошо мы к сверху как 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 это сразу ставить щит офигеть этот на овере и здесь еще пачка да вы издеваетесь ну все конечно найки сверху мутоны снизу и сразу стреляет еще бутон капец 62 попадает так волненосные срывать надо стопроцент вот он и можем оглушить на ход капец меня так найки беспокоят но чтобы до них добежать мне нужно минимум два хода а еще мне беспокоит мэк а нет стоп я же мэка могу чуть ли не схода пробивать ну да надо пытаться раз хорошо хороший урон еще пожалуйста ледоколыч убей его убей убей просто мэк убил ухи то кому оставил то ну дымчанский надо закидывать здесь скорее всего лечиться то есть не подходить заставлять на их подходить ближе защищать ледоколыча скорее всего протоколом защиты здесь сокращать вот так магнусом пока у нее есть опция пострелять 58 хреновая опция очень я не знаю еще как там по крыше но фланговать точно не стоит ну типа подставлять фланг свой несмотря на оглушение мутона я все равно буду пытаться сейчас пробивать крит опа нет не будем оглушать мутона убиваем его так хорошо как же мне мэк-то убить гренка может таким до него не докинешь на него гренка то есть он будет бомбиться или докинем да маловероятно ты чё ты же не гранатометчик чё протокол помощи и дым мне кажется да в ледокол очень нужен протокол помощи и дым ну что там 2 на и сверху погнали щитовика пока игнори мы в любом случае не можем дойти чем эксперта делать вроде как сокращать надо давай сократим так чтобы в следующий раз смог ворваться на нанай блин пережить бы этот ход а это отбегает продвинутый видит только ледокола чем этот видит только а видит штурмаша хорошо снимает щит хорошо защита срабатывает меня мэк беспокоит больше о подавление хорошо на и стреляет по кому по ледоколам попал 40 хитов попало нет только не два по 40 нет все не успели ледокол живи так здесь сапресс окей первое что делаю это лечение на ледочем дальше он смека снимает сапресс одним выстром добивает его давай отлично так целей много это нужно гренадера сюда или просто грен какую-нибудь закинуть это фланговать сучок будет так вахтер может закинуть зайти наверх им я думаю в любом случае надо прыгать наверх только он со своей позиции не видит почему-то я хз почему так что еще кто может сделать штурмаш ни черта не может сделать только на следующий ход будет у него ранган так он может только попытаться закидывать светошум и то непонятно как а да тут можем порезать на ю но лучше забежать кинуть топор убежали прибегаем свободное действие топор 63 всего лишь 58 ну давай попали дальше выпад такой в надежде на ну что кому ты то оставляешь то ну верным добивать как вариант блин вахтер со своими этими так джуз должен мне нужно хаешку докинуть сюда как то вахтер прыгает сюда получается наверх пол хода и кидает гренку добивая одну на и коция вторую причем на полную он идет потому что там все равно фланг закидываем соответственно сюда гранату вот такую подкрепа пять ходов добычную что же на хрен с ней и действия наверно подойду поближе так что здесь дезориентировать бы причем дезориентировать бы дальнего потому что нет он не флангует вроде а а может и лут пособирать погоди не давай не надо по поводу лута пока ничего делать я бы подлечил еще разок ледоколыча специалистом а сам лед бы подошел поближе к товарищам к врагам потому что эти могут а стоп я же могу верный и верный добить змею с высокой вероятностью восемьдесят три а давай двадцать пять доги сработал давайте попробуем добить еще одним рейнджером ну только здесь у нас фланг вы вырисовывается остальные дистанция плюс еще до восемьдесят девять вы издеваетесь 45 пытаюсь выстрелить блин dodge двадцать мисс высоковероятный и мимо хорошо сейчас только на я самое самое опасное то на я не этот а именно найка вот она прыгает вниз то есть фланга не будет отлично так overwatch у нас да все хорошо вырулили вырулили так спокойно не верещи куда ты вырываешься с run and gun я не вижу щитовика ало где он там стоит что я не понял а тупой так легким шагом снимаем с него over поехали поехали легким шагом ты не снимаешь его дебилы кусок но мне нужно видимо сюда пробегать надеюсь на то что да трое должны увидеть надеюсь что сработает over хрен с 2 оглушение раз повар привет так найка давай попробуем дебютом минусная хорошо надо еще лук собрать и свалить отсюда а здесь хз что делать я наверное через протокол помощи попробую снять с overwatch с него у него не опасная типа пушка он другим щитовик опасен он не очень точный урон у него какого обычного но подхожу ближе чтобы и пытаюсь его кальтануть не горитонул 28 перезарядка халявная потому что запаслись давай 28 крит ну и убиваю варианты здесь вариантов нет все смотрим как он будет действовать один действует полноценно мясорубки у меня нет он спускается фланга не будет стреляет по фулл каверу штормашил ну ты конечно нашел что делать так все надо собирать сейчас всеми кто может кто быстрый кто может собирать лут собирать до этого может не успеем дойти так кто может как мы вообще будем убивать этих упырей ну здесь по-любому пытаемся выстрелить критануть кританули хорошо медик побежал раз точно удар удар но не хочу этих товарищей привлекать хотя что делать то остается только они добегают нормально и все-таки метнуться сюда флангануть и вот таким образом да давай так так ты за лутом с бегаешь и скорее всего этого добьешь ну как скорее всего сто процентов добьешь там два выстрела по сто и перемещиться еще сможешь дальше молодец дальше ты идешь он идеален для такого типа миссии просто заступник крюк 3 действия даже 4 иногда действия собираем собираем 1 в отдаленном месте да но он эксперт этого дорезает пытается 85 не факт может надо было гранатку кинуть ему хотя там тоже не факт добили минус 9 человек ранение жесткое у ледоколоча но вы видели ситуацию как бы тут а и лут еще слева наверху оказывается два хода подкрепа я уж собирать не буду мне нужно эвакуироваться скрываем 1 побежали на ивак скрываем 2 побежали на ивак скрываем 3 4 на крыше не соберу бежим на ивак и целом бежим на ивак потому что надо бежать на ивак но ситуация в этой миссии дважды была хреновая то есть первый раз когда вот я когда ко мне сзади уже начали мне пришлось два раза два хода потратить для того чтобы убить первый пак то есть лучше чтобы я его обнаружил раньше но к сожалению не получилось а на таких миссиях тебя как правило ходов хватает но как раз вот впритык плюс 1 плюс 2 и надо рассчитывать так что ты должен выходить и идти убивать просто всех идешь и убиваешь друг за дружкой желательно при этом первый пак убить не раскрыв ниндзю чтобы ты мог по крайней мере быть готовым ну чтобы на 2 не нарваться как и нарвался я здесь тоже стечение обстоятельств такое было классное в один и тот же момент два человека два пака пулится 6 человек жесть в общем и целом приветствую чем андра говорит варвар фактически прошлый большой трай был очень хорош верю в то что это будет лучше у нас каждый трай все лучше и лучше но я не уверен ну спасибо варвар возвращаемся обворовали на 80 процентов лед к сожалению отправляется отдыхать где-то недели на 3 даже с учетом госпиталя и ученого да 22 дня материалы ядро планшет модифицирован настройка очень мало материалов почему-то вынесли в прошлый раз я помню была соточка может из-за того что я не все ну типа если сто процентов то есть совсем другое дело у нас товарищи освободились сможем миссии посканить доступны ресурсы но это недоступны ресурсы ай 5 я не могу третий регион присоединить ладно строительство делаем новая цель 12 дней эвакуируйте ученый я сюда полечу нормальной группой только на этот раз попробую не выделять много много эквипа на них так как денег мало нужна партизанка эвакуируйте да городской центр возьму точно ниндзя чтобы путь прошел ну блин а я кого мне брать кроме топов ладно рейнджер не будем а где гранатометчик гранатометчик гранатометчики все на миссиях ледокол причем топовый у нас рейнджер серьезно ранен а разве это не баг что столько денег требует на подключение в родном регионе живышка нет там там иван же срабатывает у тебя должно быть 100 но ивент сработал плюс 33 процента там все все четенько получается кого еще маневренного можно взять разрушителя можно взять сюда пулеметчик можно взять потому что у него лазерная пушка на халяву нам досталась в целом неплохо и он быстро бегает у него 17 мобильность базовая то есть несмотря на пулемет он все равно будет бегать быстро разрушителю даю пистолет-пулемет бронеплитки и там у него 16 маневренность тоже хорошо ох а этих я не хочу конечно оставлять без внимания без арморов что ниндзю что заступника что хищника но в целом шестером мы должны справиться да 7 дней да больше не стоит накидывать погнали в прошлый раз у нас было 6 экипированных бойцов сейчас только 4 как бы прогресс очевиден быстрое строительство делаем ивент же на месяц почему он не отошел поддержал на 100 рублей шмопсом у меня только один вопрос почему защитника не называешь шмопсом даже я по старой памяти в каждом трое переименовываю а я не помню шмопса ну я помню что было когда играли это было 4 года назад делаю партизанку друзья нам дали почти 100 баксов за раскопки вот эти вот новые ну чем сложнее копать тем больше дают инженеры у нас справились почти на отлично но на партизанку нам нужны еще деньги правильно так что может имеет смысл сейчас переключить на материалы за 5 дней до окончания сколько я при этом выиграю 60 баксов может быть и при этом продолжаю о шифры стоп шифры стекло подключаем подключаем есть третий регион возможно сейчас сразу пойдем в третий регион потому что первый все еще не отошел от нашей активности 4 дня да как раз вскрыли вайпером дальше идем делать у нас отравленные патроны давайте кэш данных планшет адвента потому что у меня разведданных сейчас будет притык видите я не смогу бустить миссию в зоне испытаний пытаемся сделать отравленный патрон материалов 20 нужно не хватает ну это хорош патрик плюс единица урона и отравление то есть там каждый ход от одного до трех и снижение мобильности точности для рейнджера мастхэвный просто патрон там у нас миссия оказывается уже да эвакуируете минимум да давайте ученые важная миссия да но противники уже жесткие уже вот эти вот мутоны появляются мне бы в регион силы адвента 1 с бдительностью 1 с разведданными на вот 6 человек ну посмотрим что там в регионе творится а здесь уйти просто в конспирацию нафиг миша привет можно узнать почему атакуешь всех сразу при поле а не одного до тех пор пока не убежишь или только после переключаешь на новый зависит от ситуации конечно лучше вырубать людей но если ты говорил про мэка там не было возможности другим человеком его добить с одним хитом ты если ты имеешь виду разные ситуации бывают и живак так как будем идти крыша не крыша здание очень большое я думаю а мы до самого по крыше доходим до самой цели да давайте по крыше погнали да появляются риперы и ёпперс это крыш то уже занятым а я не уверен что всеми добегу до каверов тут вообще не добегаю всеми до каверов блин заморозки не доходит ладно давайте подходим максимально к это все равно хороший ход они нас не видят мы один ну полтора где-то хода делаем до может они сгруппируются получше под заморозку может быть что-то посмотрим сейчас уходят влево хорошо пока под заморозку раз два это в рамках клетках 3 на 3 если он да есть это под заморозку стоп отлично ага дрон это фигня главное чтоб сейчас сразу не спулили а то разбежимся и задача следующая мы подход аааа ну что ж подходим в открытку какая нам разница да заморозки то пофиг да еще имба главное попасть точно погнали это очень хорошо сейчас четверых забрать в самом начале это прям очень круто фактически это половина карты на этом типе миссии дрона будем тоже пытаться ломать потому что у нас есть возможность его ну его за рейнджеры побежали наверх дрона ломаем с вероятность 58 ломаем дрона ломаем дрона ломаем дрона ломаем давай как раз нам ходик пока он в себя приходит 75 процентов давай есть минус 3 плюс 1 боец у нас старт просто прекрасный дрона пока перепрограммируется мы заскакиваем наверх и приступаем непосредственно к расстрелу а мэг на рейнджерах с бронебой加 штуками все остальные стреляют по оставшимся на эти дроны пролить да 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 но в один ход я их не убиваю хороший выстрел потому что надо было потратить один ход нам так дальше задача какая дальше задача взять дрон и полететь прям прям к цели нам нужно понять сколько там врагов какие враги и пусть дрон выигрывает время я вижу двоих врагов двух врагов троих всех вижу охренеть боя сектоидов сопротивляется возможно я зря так ворвался что-то уже сомневаюсь потому что дрон уйдет в один ход а потом не с этим разбираться надо было жнецом под под этой под да это я зря так слишком смело я действовал так будем ли мы врываться жнецом раньше времени я думаю что нет пока основная группа не подошла смысла особо нет простреливаем часовом ай хорош пока подходим лучше чтобы доедал конь саппорт 92 мин как бы лучше жнецом то врываться максимальный нужно так гранатометчики тоже пригодятся тем же проходить давай гранатометчиком этим остался штука один выстрел давай тогда добиваем этого у нас сверху не видно пока дрон держись святой воин супершей за фокс край за фокс привет супер прайзи фокс бафы эти кто это гад еще стаси стреляет а вот это плохо что-то я а может и к лучшему они же в рамках одного хода час на меня не выйдут никак наверное не уверен а вот на следующий дрон они фактически спасли сейчас жизнь дрону рондон дону я бы врубил тень не знаю где они все но мне нравится вот это вот полу кавер вижу сектоида вижу ой хорошо ой хорошо ой еще в тылах и я вижу где враги здесь заморозка на двоих если получится конечно не факт что получится нужно как-то сбоку это сделать да вот отсюда получится отлично полу кавер не подожди там там не на двоих там три не там там три клетки а почему мне кажется что а это колонна так перекрывает а сейчас так ворвемся сейчас так ворвемся скриньте это 1 минус 2 двое опасных включая мэка и краталуса оба замерзли хорошо дальше тут не фланг к сожалению этот не готов здесь надо здесь можно калечище сделать поднимаем гренком я бы закинул светошум по дальнему но я сильно не достаю при этом у меня не успевают эти дайте штурмовички а и я думаю что быстрее ворвусь жалко давайте тогда этого даже не калечищем обычным ножиком 3 4 правда не давай калечищем солдатам у нас же маскировка не уходит минус 3 человека на в рамках этого хода действуют действовать будут двое может быть мы хотя бы на секторе да да кинем нужно ли нам на секторе накидывать вообще не особо я бы подошел сюда поближе и закинул бы закинул бы дымчанский сюда я пойду пожалуй сюда и сюда пожалуй с ним в разные места нужно запрыгивать все-таки сюда дым потому что тот псионик может флангануть мне человека вряд ли потому что вроде как мешает посмотрим дрон должен прийти в себя сейчас как раз оттаять стасис флангует все-таки да нет не флангует но все равно может рао хорошо 50 процентов повезло сектоит потерялся будем с дуплетом наверное к нему при при прибегать а дрон подождите а почему дрон-то и он ремонтирует мак отче с ума сошел я не понял а почему так так слушайте у нас похуже ситуация до сектои да я с дуплетом не успеваю к сожалению того надо здесь грелку наверное надо кидать это вроде как фланговать надо но неким разве а готов ли я врываться вообще мне кажется надо спускаться вниз снимать армор убивать кроталуса и мэка так как уже нужно наносить урон и снимаем броню коциям обоих хорошая гринга возможно вторая сюда же зайдет тут я могу дроны конечно убить но не хочу спину подставлять этому что здесь калечащий в кд спину тоже не хочу подставлять так эксперт тоже спускается и болен спину подставляю ладно лучше спинку подставить сектоида чем и дрону чему тому тому товарищу у него пушки посерьезней кидаем вторую гринку не факт что убьем но по крайней мере с ними мы а потом будем смотреть рейнджерами как можно добиться урон 1 что-то вообще не очень сектоида я бы фланганул но тут опять мы подставляем подставляем спину из-за и тут спина потенциально я вроде нет спины да есть спина давай так убиваем крота луса видимо до 3 5 3 4 лучше 3 5 или гринку кинуть гринка их может убить но это минус лут поэтому давайте лучше крота луса здесь шансы 66 процентов да там как раз будут проявляемся так ну я бы убил вот так у дрона 95 то что при стрелка мы с места стреляем можем его даже шоком сразу отлично и кинул бы светошум на вот этого упыря точно а второго ты убиваешь рейнджем да целом убиваешь идешь сюда флангуешь сектоид убиваешь мэка хороший план не перезаряжаемся кидаем поэтому светошум сектоида заодно баф снимаем здесь убиваем мэка все осталось два человека один из которых дезориентирован а а то тоже ходов масса подкрепа скором а почему святой воин ты не подействовал не могу понять хорошо защита сработала здесь сектор флангуется поэтому уходят и зомбаря поднимает хорошо здесь мы с дуплетом скорее всего убиваем надо сейчас собрать все что можно как он грамотно ушел мы не убиваем его тут открываем дверь с випом видимо привет не беляк часику кусочек бобра до новый смайлик мастер появился снижаем стоимость контакта пробу на нахалявец не нахалявил чуть-чуть надо было пробовать это довольно хотя там большой объем разведданных ой там уже было как раз те самые 35 или 25 ломаем дальше поторопился яду не думал что там большой объем разведданных взять под контроль случайного рога погнали вот отлично хотя может быть даже надо было пбм ультра уровня брать так кто у нас за нас играешь с сектоит или не считает не этот слева хромовник а не вижу я какову мы взяли под контроль алло зомби нет ше такое я вертел эти баги опять начинается чё это такое блин на тиктоидом была надпись не удается взять на конку под контроль чем не делать дуплет здесь будет хреновый хотя 85 давай родной только всю защиту сними ему пожалуйста не удалось мы гранаты будем добиваться мне зомби просто не нужен здесь в середине серьезно минимальный урон один к пяти кажется мне что будет убивать так надо валить от зомбаря по возможностям но лута нужен он до меня все надойдет ну до этого дойдет чё за бред вообще сейчас и ранение получу из-за этой хрени вот самый важный момент и он побежал на человека без брони сейчас ранение гарантированы мы возможно убьет и зло так протокол восстановление начни с него калича удар хорош крит сектор до минус так что здесь перезарядка и верный 8 с ним добей добей пожалуйста хотя нам стасис будет он гасится в стасис буду пытаться его сейчас мне критануть может до промазал но он ранен и так ивак еще далековато миш аккуратненько давай пошел ранение все-таки заработал на миссию это врыв был хороший человек убили открываем дверь третий ученый спасен и как чашнец покажет как летом за забраться может серьезно офигеть тут место такое надо полностью оббегать просто полностью оббегать чем чем чё там на вышке простую есть вероятно что не успеем до подкрепа да и подкрепление уже на следующем ходе и тут прятаться не вроде успеваем даже ученый вроде успевает да хорошо уходим ивак там двое обычных на за них не дают опыт не сдать не дают лут если мы всех на карте убили то не пофармить в конце миссии нам как раз ученый нужен был 3 у нас была пара фэйл миссии по спасению ученых до этого теперь возвращаемся к подключению региона третьего смотрим какая там сила адвент и какая там бдительность принимаем решение о том где лучше проводить свою активность восемь дней ранения планшет глушитель и сергей касаткин ученый боязнь промахов отрицательные черта еще одна денег нет доступны 9 баксов так у нас сейчас зилот еще появится и повышение а нет это влияние подождите это не зилот техническая защита врагов о хороший приказ и как раз не незадолго до окончания класс сейчас будет значительно проще спецам нашим ломать врагов дакфакс плюс урон очки способности много очков способности много но для начала мы сделаем партизанку в тайной операции что-то на храмовника не хватает нам пока влияние на не получается надо выбрать что нибудь нам деньги нужны сбор материалов наверное самые актуальные что можно придумать отправляю ниндюм сюда плюс ну скорее всего штурмаша провал пять процентов всего лишь но под засаду штурмашу оставлю нет подожди давай лучше тебе сделаем тебе дадим погнали так 60 баксов нам дадут после окончания этого чуть через пять дней мы расчистим инопланетные обломки может даже побыстрее устанавливаемся после ранений и так что за события да я очень редко играю один и иногда и комментирую но не постоянный конечно это все в голове происходит промахи по офицерам жить самый интересный просто такой момент вызывает ответный огонь и некоторые противники получают способность беспокоящий короче усиливается еще сильнее товарищи техническую защиту от взломов на двадцатку снижаем здесь пока не хватает нам влияние на фракцию чтобы 48 материалов плюс 300 материалов что здесь бдительности я хочу на самом деле оставить здесь материалы пусть добываются до бдительности 4 как минимум подключаю регион и что у нас тут силы 26 бдительность 4 и в конспирацию сразу вы чё откуда ну нет тогда извините извините это нереально все я открыл новый регион думал там хоть это самое поспокойнее будет куда там куда там да ну собрали фигню по материалам инопланетные сплавы с бонусом да 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 партизанка готова больше денег я за счет инженеров не вытащу сейчас расчистки инопланетных последние будет и после этого мы безлики но я моды поставил там нормально хотя хотелось бы конечно чтоб там была еще лазерная пушечка к лазерное копье но меня совсем нет денег для для таких вещей как мне решить проблемы с материалами я не знаю как решить проблемы с материалами раньше подключать выполнять больше миссии не тратится на equip кем говорит если вырубить бета-профили новый форум то можно самого себя забанить скорее всего просто иконка появляется сделать себе просто прав не хватит кстати там делают обновленную версию новостей на главной странице очень классно мне понравилось обновленные новости видела так а что у нас такое горит вокруг взрывчатку уничтожает не уничтожает трофеи такие хп у новобранцев я не знаю откуда они получили у него как будто мастер ближнего боя вообще стоит после броска и выставил гранат автоматически в режиме наблюдения броска и выставил гранат так у меня тут вандорн который базовый снайп он но зато он с прикладом ладно ищем врагу только сводил первый регион как можно раньше будет адекватный доход вовремя более освобождение это серия веток да да на освобождение региона блин погнали скорее всего снайпер надо будет поближе 200 так как вот это возвышение мне уже мешает в целом приблизительно вижу где где враги встречаются да а может не стоит так ходить близко они скорее качаются специалисты в регионе я прошлый раз тоже довольно рано с отправил спеца что у меня таких психов не было нас этого угла мы уже снайпа будем вставить все таки шпионы просочились видеть с другой веками идут вперед так смотрим что по врагам увидели целом такие же как в прошлый раз я пока не вижу ничего криминального в этих врагах кажется один в один были такие же люди уходят вправо дошли до забором дошли до забора меня один человек только с дробовиком здесь все он и будет у нас на передовой миссии эти сравнительно простые с одной стороны если ты к ним готов если есть советник убежище если ты не забываешь про эквип если ты не торопишься и при этом еще приносят трупы а трупы это мега редкая штука о нет два безликих о это очень плохо это я очень не прав что сюда пришел там двое безликих плюс офицер еще так аккуратно всех скопом я не убил но без серьезных жертв нужно словить момент когда они будут ходить ко мне извините надо как-то подойти дробашом под на вот так видимо все он не видит сыр и пак но если они дойдут также как в прошлый раз то мы по ним хорошо постреляем они идут мне кажется надо было снайпать правее увести погнали скорее сюда дойдут добрый день царапина 20 доги срабатывает 1 такой велим я не могу ближе подходить первую очередь вопрос что у снайпа 60 60 этого мы флангуем так что скорее всего левого надо убивать копейщик нашли нас не шутнет ой молодец фланг 78 часовой но одни выстрелы мы не убьем если даже бы попали бы не убили здесь подходить не могу варианты пистолет пулемет я отхожу подальше 59 что попал отступаю обязательно здесь скорее всего дезориентация чтобы не портить шкуру не хочу к этим сходить 75 давай родной да что ж вы мажете то ну взорваться из ориентации чтоб не ворвался и овер чтобы потому пострелять если что эти активизировали все-таки возможно стрельбу это сейчас будет опасней потому что двое двое безликих я видел два их шпионов после этой миссии надо обоим советникам убежища выдать лазерные винтовки понятненько понеслась убежал повезло здесь повезло два овера да безлики не успевают подойти 46 56 66 возможно имеет смысл даже подсветить ай там лут еще нет не время для лута туда надо дезориентацию закинуть ай-яй-яй и ладно пытаемся 66 попасть хорош лутецкий есть дальше этого скорее всего добиваю гренкой так у тебя еще раз что после броска и выстрела гранаты автоматически перейдите в режим наблюдения давайте гренку поэтому я не хочу ближе подходить хочу дезориентировать стреляющих но добыча уничтожена придется так делать слушайте я могу лут собрать уже могу какие дерзкие модифицированный приклад где за ориентацией эти пусть даже ближе подбегают мне наверное я не уверен уже отступаем тоже лут можешь заманить взрывоопасной хрени их планшет адвента перезарядка овер сейчас с богом стреляют полу кавер 30 процентов где-то попадает 35 один лемминг эти побежали вперед у меня только один овер бегут к человеку с дробашом это хорошо не 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 должен достать вы что и скорее всего здесь будут гренки сейчас надо будет закидывать если они не разбегутся есть это под гренки прям под гренки под гренки тут первая хотя у тебя дробаш но все равно 3-6 урона это больше чем ты с дробаша тем более тем более ты на овер станешь после этого 7 урона на овер стал 58 офигеть я не вижу я снайпером не вижу никого оооо оооо о нефакт хэхэххэх ооооо ой нефакт ох вао есть еще на граната Давайте снимаем овер, видимо Подожди, нет Ты не докидываешь сколько клеток Четыре лучше А тут только три Ну отсюда ты докинешь Блин, я не был уверен на 100% Но докидываю Убиваем гарантированно одного, возможно второго И у нас остается еще один выстрел Убиваем Так, живем Ну притирочку, я бы так сказал Офицера пытаюсь шотнуть 56 Но это так шотнуть, чтобы ранить Ох, хороший выстрел Один выстрел, одна пуля Как сказал бы Сокол Ну тут перезарядка и овер, видимо Хотя 45, давай-ка, 50 на 50 Получилось Ну что, переживаем этот ход и все ок Если переживаем Этот метку поставил гад И соответственно будет стрелять по человеку, который плотный А не по тому, кто ранен Первая промах И второй подбегает Вот это может быть выстрел по раненому Не, он стреляет по тому, кому вероятность выше Попадает на эту фигню Все, отлично Никого не потеряли Ценный опыт получили Снайпер, правда, не может Но он метку может поставить Тем лучше не подходить вообще Цель указания Хотя у офицера же гранат Гранатка есть Правда, он не убивает гранатки Давайте левого лучше убьем Он точнее стреляет, чем офицер У нас плюс есть еще Дезориентация Стреляем пока по солдату По меченному Раз Два Есть, отлично И дезориентацию закидываем еще под Я не хочу его фланговать Чтобы он никуда не ушел Просто стрелял И дезориентируем его Он раненый, дезориентированный Все стоят под каверами Все молодцы И он стреляет Отчаянно никак не может убить Один процент крит Мог только спасти его Но в целом Убежище защищаем Бах Хорошо Миша, тебе не слишком легко? Да нет, нет, нет Там сила Адвента 7 Скоро милишной мутоны пойдут Сейчас надо сделать Может не тратить на лазерные винтовки Так же справляемся Повышение у снайпа Смерть с небес Он больше всего подходит Под такие миссии Планшет Адвента Модифицированный приклад Труп офицера Труп Труп безликого только один Второе взорвали гранатой И у нас 65 баксов Есть партизанская школа Новые тактики Ну я делаю месть сразу Потому что это помогает И нужно где-то 75 баксов Взять Ну сейчас возьмем У нас докопаются люди И греть за материалами Через два дня А еще у нас появляется Возможность персональные Боевые модули Выдать нашим бойцам Если я правильно помню Да И их у меня есть Ультравосприятие Напрашивается рейнджер Но это слишком очевидно У него и так с мидкостью Все хорошо Будет еще лучше Нет Лучше ему какой-нибудь Боевой азарт Чтобы Ты же добиваешь им постоянно Боевой азарт У-у-у-у Дальше Магнус заступник Он недоступен К сожалению сейчас Следующий рейнджер Дагфакс Персональный боевой На что? Еще одна меткость У меня два ультравосприятия Два топовых рейнджера Просто там такая меткость 82 плюс 5 Специалист естественно На взлом Не факт что этого Ниндзя у нас будет Скорее всего А он тоже недоступен Гранатометчику Особо ничего не нужно Кроме там возможно ХП Я не буду тратить Там надо Милишнику Но он недоступен Тоже Ладно Перед миссией Будем выдавать Персональные модули Боевые Так Ресурсы мы собрали Собрали Немногочисленные Эвакуации Випа 7-9 Надо начинать Погнали Да Но это Третий регион Открытый Там сразу Все настолько плохо Адвент Развивается Быстрее Чем хотелось бы Тут у нас Товарищ с топорами С лазерным оружием Люди Улучшенные лазерные У нас есть Деньги нужны На производство Винтовок Вектор нужно сделать Дробаш один Нужно сделать Эваку Очень близко Но Вполне вероятно Две змеи Как минимум Стоят на Респе Я пошел На эксперта Разведчиком Для начала Смотрим Кто там впереди Как стоят Вижу Ооо Блин Так Незамеченным Тут не пройти Все три пачки Рядом со мной Либо мы идем Слушайте Я к стеночке Сейчас прижиматься Буду уходить сюда Буду пытаться Уйти нафиг А в этом В этом месте В похожем месте По крайней мере Трая один Закончился у меня Да Позиция крайне плохая Представляете Сейчас я бы Без разведки Побежал бы вперед На ивак Я бы словил Два пака И третий В рамках Одного хода И это площадь А у них уже Полукруг Это всегда плохо То есть Чем Более Распределены Противники Тем сложнее Воевать Из-за того Что Ну гранатами Ракетами Ты проблему не решаешь Потому что Не решаешь Потому что Поэтому я попробую Пройти мимо этих Двух паков И ближе К экспу По эвакуации Хорошо, что эти Уходят Вверх Право Это очень хорошо Давайте на меня идут С мэком Офицер очень плотный И кажется Они меня сейчас Увидят Нет Так Я прям ухожу Прям в угол ухожу Друзья Прям Я знаю Где все противники Я знаю Что Там Куда я бегу Врагов Сейчас нет Поэтому я просто Хочу избавиться От Этого неприятного Хвоста В виде Тем более Мои перемещения Они Они дальше Гораздо Чем перемещения Врагов Учитывая то Что Я не просто Променад у меня Такой Легенький Я прям Срвусь Врагам Сейчас видим Третью пачку Не, не видим Они идут В мою сторону Могут увидеть И змеи Где-то здесь Ой-ой-ой-ой-ой Давай-ка Попробую Подсветить О, три Три змеи Три змеи Там Так Ну когда Еще ниндзя Всех видит Это удобно Потому что Нет Так нельзя Блин У меня люди Отстают У меня люди Отстают Я могу не успеть Я могу не успеть Ладно По крайней мере У нас будет Два Две пачки Топор Топовый Свободное Действие Простой Бросок Для ниндзи Это почти Гарантированный Выстрел Так Кажись Все-таки Я выполняю Эту миссию Как будто Не целым Отрядом Иду О Вольтрон Вольтрон Беляк У нас Появился В чатике Привет Вольтрон Держи Сразу Подписку Тебе На этот Канал Ты получишь В чатике Статус Получишь Анимированные Смайлики Этого канала Минус Реклама На В рамках Этого канала В общем Змеи идут Кажется Это пул Да Так Ну здесь Много Всего Взрывается Ой Хорошо Может даже Ракету Жахнуть Мы шкуру Попортим Там Овер стоит Я могу Флангануть Убить Но я бы Фланганул Вторую Давайте Рокет Че солить Погнали Минус Две Змей Вообще Без шансов Эээ А почему Такой У нее Обзор Дикий Можно Узнать Ладно Флангую Пуличем У него Лазерная пушка Которая Мне досталась На халяву 83 Промах Угу Давай Может Призрака Включим Позволит Мне по крайней Мере Из 95 Точность Топора Представляете Просто на халяву Берешь И топор Кидаешь Раз Да Только Кошмар Привет Да Да Ага Понял Все хорошо Спасибо за совет Дельный Ну мы рядом с Иваком У нас впереди Еще два пака Непонятно где Змеюка Прячется от нас Но у нее Проблемы с Надеюсь Что проблемы С точностью Да 19 Не пробивает Так Что там По рейнджерам Верным выстрелом Добиваем Ну и подходим Аккуратненько Я не буду Сильно Фанатичным Лезть вперед Когда Ивака Дойдем Можем там пострелять А Они идут Сами Да Это похуже Сразу два пака Вали Пробуем свалить Друзья Да Я вундит Но у него защита Как раз на троечку Да Новый пак Вообще Надо проверить Конечно Что все добегают Потому что Да Нормально Добегают Спасаемся Ну не хочу Врываться Это риск Не совсем Нужный Погнали Это третий Ученый Могло быть Пять уже Пошли Больше всего Опыта ты получаешь Все равно За миссию За выполнение Миссии Успешной Возможно После бонусов Партизанки Когда 100% Когда удваивается Опыт за противников Такая же вещь Была и в оригинальной части Ты там Сравниваешься Или даже Обгоняешь Но Там плакат На котором Было написано От них Пришельцы Мрут Как мухи Ну что Вернулись Бойцы Получили Одно повышение Ниндзя Только И у него Скрытность Он идет Так же Как и Титан По ветке И ученый Появился Скорость Исследования Сокращена Но 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 Нет Они вообще В две месяца Не будут работать То есть Партизанская школа Что нам дала Офицерские Можно Новобранца Прокачать В партизанке Я сразу Не закинул Кто нам нужен 51462 Он не выдающийся Плотный Гранатометчиков У нас пятеро Этого Вполне Достаточно Рейнджеров У нас шестеро Вполне Достаточно Сделаю из него Пожалуй Штурмовикам Или Разрушители Давай Разрушители Да хочется И офицерские Учебную станцию Сделать А Вот что Нужно Сделать Надо В зоне Испытания Заказать Отравленный Патрон Отравленный Патрон И отправить Сюда Инженера С экранированной Энергокатушки Там правда Освободятся Скоро люди Итак Так И что делать Мы в результате Останавливаемся На этом регионе По активности Правильным Новобранцы Новобранцев Я возьму Потому что там 12 человек всего О, подожди В 12 Надо 13 Отправиться На разведданные У меня же Да Тут Сила Адвента 5 Бдительность 2 Тут Бдительность 5 Уже Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа будем страдать еще 90 баксов последние обломки мне есть куда их потратить сто процентов но я бы делал опытного убийца здесь убитые враги приносит на сто процентов большого вот зону испытания отправил бы им жарли то что патрик по получить побыстрее этот отравлены это плюс единица урона и дебаф сильный биологических целей если у меня был второй трубчик я бы 20 развед данных что исследовать черепной бур препарирование не нужны вскрытие что по трупам у нас у меня остается пока что только только вскрытие что по трупам труп офицера труп сектоида труп солдата труп солдата есть но труп солдата мы на жилеты бросаем сейчас труп офицера не помню что даст но это квестовый раз вдохновение идет на исследование это будем скрывать офицера она магнитку сколько нам нужно магнитка кажется после него и будет боевая броня и мобильная броня но на лесом идет роботехнологии на не хватает дронов у меня травленный патрик пять дней месяц будет очень жестким учитывая высокую бедительность и силу адвента новая цель найденом два дня нот понеслась высокая бдительность не оставляет мне 30 новобранца кстати далее ну пойдемте здесь конец раз уж сложно обнаружить миссии даже в 13 товарищами давайте сканет здесь не получили материалы провал сработал 20 процентный где-то отправляя снова на на материалы не этом провал вообще был процентов 67 я же отправлял ой как же мне не повезло а я отправлял же этих же бойцов таких же там шанс провала был меньше десятки только загрузил g gg x куда все смайлики делись не знаю обновление насколько я помню не было хотя готовится какое-то может и чего-то не знаю на всех секретных агентах возможно захват агент нашли цель пять дней о-моё как же сложно очень большая карта отправляемся до одного человека вот этого новичка эрина мартина у него великолепная маневренность я делаю из него товарища ниндзя желаемому удачи два новобранца два персонала как выруливать я не знаю еще миссии 10 дней хорошо вывезите материал захватите это прям мы сейчас леммингов сюда и те которые к нам сейчас приджойнились мы отправляем сюда раз один точный очень хорошие два поиску с соседей нормально пас покрутил покрученным гранатометчик пулеметчик разрушитель 7 9 7 по месяца кажется нет Не помещается, окей Без пушек, без Эквипа вообще Без вот этих вот Платных штук Без лазерного оружия, только надо пару дымов взять Чтобы продержаться, если что Гранатометчику окей Выдадим Что там Моды им не ставим, это лемминги Их надо качать на этой миссии Старт вскрытности, погнали У меня один раненый остался Здесь бдительность двойка Но народу маловато Здесь бдительность тройка, но сила адвента высокая Возможно попытаться найти Отравленный патрон первый Сейчас убежусь в том, что Больше ничего ценного в зоне испытаний мне Не светит сделать Защитный жилет Потребуются затраты Сканер боя хороший, конечно Сканер боя очень хороший Давай, ладно, сканер боя Два заряда, хорошая разведка И проверим сейчас, вдруг Нам не нужно что-нибудь на На восстановление Нет, все еще топовый рейнджер Кукует Но отправили Новая цель Все из них хорошо Взломайте Начните освобождение Сюда надо идти уже Бойцами прям топовыми Так, не забыть модуль Не забыть отравленную эту И возможно мы здесь даже погасим Разведданными Смотрим, кто у нас есть Заступник рейнджер Специалист Ориентировочно так Уже не помещаемся Может глушители раскидаем В целом в пятером-то мы можем справиться Хороший ДПС Поддержка Разведка Граната Что мы даем заступнику В качестве персонального Боевого модуля Экстренная стабилизация Хорошо Рукопашная Нет Подвижность Уклонения Нет нормальных модов Давайте из очевидных Начнем Специалист у нас Берет взлом И мы помним Что есть Уже действует приказ На плюс 20 взлома Добавляем еще пятерку Рейнджер уже с точностью Ниндзя Скорее всего Как раз Персональный боевой На железную кожу Хотя он Не такой Не такой боевой Ну что заступнику Можно экстренную стабилизацию дать Можно дать Давай экстренной стабилизации Потому что он часто Вырывается вперед И лучше чтобы он жил Рейнджеру вместо Гранаты даем Отравленный патрон Бронебойный будет У заступника У рейнджера будет Произвести я могу Только один предмет Какой-нибудь Ниндзя С лазерным дыроколом С топором Ну попробуем сейчас За счет глушителей Каких-нибудь И за счет Элитный глушитель Шикарно Уже 119 Unequip barracks Надо сделать Чтобы рейнджеру дать Топовую пушку Элитный прицел Элитный расширенный магазин Вот оно Броню не забываем Проверяем у всех броньки Всех броня хищника Осталось 6% До снижения Количества врагов Модифицированный расширенный Модифицированный автозаряжение А у тебя что по модам Кстати Автозаряжение Ой как плохо Снимаем все улучшения Модифицированный Расширенный магазин Модифицированный прицел И Элитный глушитель 119 Дэм Модифицированный глушитель Ну я пробую сейчас Накинуть еще глушак Но видимо придется Избавляться от Можно в целом Пистолет-пулемет Выдать Тяжем 5 предметов минус Надо 5 предметов убирать Так что нет Меняем На пистолет-пулемет Вообще не помогло Ой-ой Ой-ой-ой-ой-ой На единичку помогло Не жили проникновение Ну дают разведданные Может быть и правильно Взять еще на всякий случай Какого-нибудь Человека на поддержку И уже не париться Да, давай так Жилет-жилет Специалисты тоже Жилет Усилены У нас есть вообще Доступны разведданные? Да Там Михаил Ульсецкий Еще выходит на контакт В другом регионе Ну то есть Вчетвером Мне некомфортно Так, а где? Килл от танго На задании На задании Тут еще менеджмент Отрядов Солдат в другом Отряде Или вот так Не помещается просто Потому что здесь ниндзя На проникновении Ясно Ну тут есть возможность Формировать группы Людей Нам придется действовать Довольно шустренько Бодренько Бежать вперед Погнали Не у всех броня Боничу не повезло Погнали И сразу нам взял Проникновение Как бы Продолжаем сканить Новую цель нашли 7 дней Уничтожить ретранслятор Предотвращает скрытые события Ретранслятор уничтожить Можно только Нормальной бригадой Которой у меня нет И сейчас я бы переключил Товарищей Просто на сбор материалов Так как в ближайшее В ближайшее время У меня не будет возможности Выполнить миссию Простую Или выполним Или наберем Броньки у тебя нет Броньки у тебя нет Уничтожь ретранслятор Трущобы Че у нас тут Неплохой 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 Там еще 10-12 Я вообще не помещаюсь тут То есть идти надо В пятером Очень плохо Там еще эвакуация Под запросом При этом броньки У тебя нет Это минус отряд Вполне вероятно Просто Оружие есть Броньки нет Или набрать Товарищей Тоже гасанует После следующей миссии То есть отправить их Снарядить их Отправить Если что Отменить Давайте проверим Так Это освобождение 3 Ретранслятор Да, кажется Это ветка освобождения Бронежнеца есть Я ему вектор сделаю Конечно Ты сделаешь ему вектор На 25 материалов Конечно же Сделаешь Так Так Надо знаете что сделать Сейчас произвести предмет И помните Дополнительную защиту Усиленные бронежилеты Потому что Я трупов на дыбал И плюс 1 хит И еще Так Ну и накидываем Еще людей Рейнджера берем Ну потому что Все равно Я буду стараться Ну я буду принимать решение По этой миссии Уже тогда Когда Она будет подходить В целом Врагов типа Не так много Я могу накинуть Еще Даже с Текущим Не могу То есть полететь Можно в шестером Но Без Защиты Персональные Боевые модули Твое уклонение От себя Потому что ты часто Черт знает где Вообще ему экстренная Стабилизация нужна Пусть защита Всяко лучше Чем без модулей Итси И модули На пушке Мод прицел Нет Подогоди Твоя пушка Не такая крутая Извини Нам нужно Снаряжать В первую очередь Рейнджеров Они тут Молодцы Расширенный Магаз Давай Модифицированное Автозаряжение Есть прицел Модифицированный Прицел И Расширенный Магаз И тебе Еще Перезарядочку Заряжение Заряжение Давай глушак Прицел Сейчас проверю После глушителей Не появилось ли У нас возможность Здесь еще одного человека Не появилось Но я еще не всем глушители Выдал Раз И Два Чуть-чуть не помещается Но там Не получится Без брони Идем Только уж не с броням Взлом может помочь Погнаем Но на эту миссию Надо принимать решение Обязательно Разведанными Гасануть Обязательно Так Будем сканить Или не будем сканить Может другой штаб Метнемся За разведданными Хорошая идея Все равно Если миссию мы найдем Мы вряд ли Вряд ли ее сможем выполнить Получаем разведданные Рейд Ооо Пять дней Хорошо Вытаскиваем людей В топовых Из прошлой миссии Идем Рейд Хороший прилетел Очень хороший рейд Так Кто у нас там Взломайте терминал Да Да Прерываем это задание Паучий конь Называется Ребята Сейчас будет миссия жесткая Прям жесткая При жесткой Прерывать проникать Материалы забрали Получили опыт Секретная операция Штурмовик Анклав еще Так Сейчас секретку Давайте организуем Сначала Столько процессов идет В игре Это прям Ох анклав там топовый Повышаем звание Что у него Прерожденный Это гарантированный крит С run and gun Если бы еще была Так Персональные модули Может быть Нет Так Герой фракции Не готов Взаимосвязь Нет Добыча Что у них характеристик Модификация Ультрауровня Попадание в плен Есть Очки способностей Нет Инопланетная Разведданные Взаимосвязь Нет Тренировки Нет Спор разведданных Кража трупов Ладно Давай Улучшение Ультрауровня Раз И Анклав Сейчас труповую Вообще по этим Просто там Офигеть Не буду Я ему Жилет выдавать Так И теперь Готовимся к рейду За материалами 5 дней 18 часов 19-21 Человек Заступник Рейнджер Специалист Блин Да ниндзя на этих заданиях не особо нужен Мне бы здесь жнец пригодился Ну можно отменить и вторую миссию Которая вот и так на волоске Тогда у нас добавится топовый рейнджер второй Вот этот вот И у нас добавится жнец С бесконечным да, надо отменять второе задание Но рейд важнее, друзья Уничтожение ретранслятора прерывает задание Блин, сейчас вообще Ну тут надо взвешивать, куда еще лететь Рейд за материалами это топчик Мало того, что тут не будет повышения сил адвента Так еще и масса ресурсов, трупов, материалов и так далее Это мега важная миссия Тем более, когда тебе дают 5 с лишним дней на нее Это нельзя выпускать такую возможность Так, два рейнджера обязательно Специалист абсолютно точно 13-15 у нас И ориентировочно жнец 13-15 Поместились, пятером поместились Но 13-15 это много Плюс без гранатометчика И заступник не совсем хорошо подходит под эту миссию Потому что ему некуда будет врываться Лучше взять гранатометчика, чем заступника 16-17 Не помещается гранатометчик Раскидаем сейчас моды Поместиться Точно? А что жнецом? А что жнецом? Ой, в смысле Заступник может сделать Прыгнуть вперед Спулить еще два пака Не-не-не-не-не А я с проникновением То есть у нас заморозка будет очень хорошо работать Ладно, давайте попробуем Где у меня там пушки? Блин, я выдал пушки людям Типа вот глушители элитные Снять лучше Нет, давай место вот так поставим На строку спуска Даем элитный глушитель Тяжу Три предмета еще нужно Три Три, Карл Жнецу можно грянки брать Это вообще не его Он не будет здесь кидать гранаты Это раз Бронеплиты еще надо Это два Плюс ему мобильность важнее будет Убираем у тебя бронеплиты Убираем тебя Ставим тебе Вместо керамики Дополнительную броньку Все, 13-15 поместились Броня, броня У рейнджера нет брони Даем броню рейнджеру Один травит, другой пробивает Бронированные цели Здесь еще нужно одну защиту выдать Дополнительную Я не помню У кого там есть Эти защиты У кого из Давай на квип Сколько можно Так, ну что делать Погнали 13-15 врагов Но в целом у нас Хорошие рейнджеры Уже с бонусным уроном И по обилкам И по патронам Ну делаем 13-15 естественно Через 3 дня Погнали Ну здесь надо возвращаться К сканированию данных А, слушайте А я точно не успею На Уничтожение ретранслятора Учитывая то, что у меня Освободились люди Погодите Мы сейчас с заступником Можем на уничтожение Ретранслятора выбраться Заступник Ниндзя Специалист Рейнджер Гранатометчик 10-12 К сожалению Да Плюс предметов Еще нет Давайте Раз Два Три Бронезаступника У меня их две Бронезаступника Ты берешь топор Ты берешь Так 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 Броник нет Почти Только не специалист Пожалуйста Раз Два Три Четыре В целом Подбирается неплохая Тут бригада Все равно я такой бомж У меня вообще ничего не хватает Всего не хватает Просто всего не хватает Брони не хватает Оружие О У меня же хранитель теней есть Выстрел из пистолет Который активирует маскиров В том случае Если уничтожает цель Это надо Ниндзе выдать Я сделал хранитель теней И не использую Вообще молодец То есть на добивание Работаем 7-9 с проникновением Погнали А, буллпап неправильный Не грейджен И вот Была бы проблема Лазерная, лазерная, лазерная Лазерная, лазерная Погнали Так, и сейчас я точно Переключаюсь обратно на материалы Нафиг нужно Мне миссии пока хватает А у меня на материалах и стоит все Технологический уровень уже 8 Там уже милишные мутоны Блин Здесь бдительность 1 Я переключаюсь тут На поиск рекордов Ищем миссии Нет, не ищем Идем Штаб жнецов О-о-о-ой It's time to drink Дринк кумус Но майк найк Эй, а че такого? Че плохого? Кумус Гонит на кумыс Беспокоящий огонь Постоянный ивент Очень плохой Вскрыли офицером Я не знаю, что По исследованиям Ну там магнитка есть Но у меня сплавов Не хватает Можно попробовать Что-нибудь разобрать Что не очень нужно И в большом количестве Но это обычно Не стоит того Труп сектоида Ядра элерия В большом количестве Три единицы сплавов Ладно, давай Препарируем сектоиды Покажите Ну все, погнали Здесь лемминг у нас Пытается С сторонников собрать Ух Тяжело Ладно, у него-то У него-то все просто Там подкинул монетку Получилось, не получилось А вот что делать на рейде Когда там будет Дюжина врагов Но нужно такую миссию ловить Потому что материалов нет Сплавов нет Там все есть И материалы, и сплавы Я не говорю Про опыт Про трупы Про Ну, снижение Ресурсов противника Давай, карта большая Мы играем за товарища У которого скрытность Ну, в смысле Тут так скрытность Но у него обнаружение Еще поменьше Радиус в целом Эвак Мега-мега далекий Это почти Исключает Успешное Выполнение Миссии Сразу видим Врага И возможно Это как бы Нет, не видим Врага Видим Врага Классный старт Очень классный Старт И они меня Блочат Не, не блочат Но, безусловно Задерживают Продвижение Ладно, учитывая то, что Они направились уже В определенном А-а-а Вот еще минус Я не знаю Куда они ушли Это ошибка Милишным это он Охренеть Две Наги Ой, надо валить Отсюда Ну, то есть Тут я не пробегаю Пытаться проскочить слева Вот это уже Армия Она Я бы Основной армией Здесь Даже топовыми бойцами Встретил бы Огромное количество Проблем Просто это Как мирным убежать Тоже большой вопрос Видимо В противоположном направлении Ну, типа Вверх Куда-то Какой же Мутон здоровый Гора мышц И тут еще Третья пачка Охренеть Все здесь Все здесь Ну, ясно Они прям там Куда я должен идти Они что-то знают Я без понятия Как убегать Потом отсюда Просто Как убегать Отсюда Я хз Вправо Видимо По зданию Да Вот сюда Туда Туда Ладно Ой На меня Сверху Спулит Вообще Это такое Ну Да 14 Давай 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 Все Не квадрит Там Сила адвента Бдительность Высокая Тут Как бы Люди Все заряжены Полим Сразу Да там Дырка В этом Как Они уже Здесь были Они вернулись И Мутон Закрыл Человека О О Это Жопа Просто Полная Я не знаю Че делать Я вообще Не знаю Че делать В рассыпной Пытаюсь Из Пули Леча Верхних Ну да Куч Мы все Умрем Это просто Пкать Сейчас Ну я Отправил Леминга Сюда Но даже Не леминги Здесь бы Умерли Просто Все Мимо Давай Это так страшно О О А может Ханкер Контрит Мутона Подкрепа Идет Да ладно Как люди Выжили Я не знаю Ой Тут можно Выскочить Что Они на крыше Все Мне надо Бежать Куда-то Сюда Или Сюда Давай Там Еще Третий Пак Впереди Где-то Я не знаю Где Подкрепа Прилетела Такой Такой Ад Просто Ад Ракетчик Стрелок Блин Они в тылу У меня А Надеюсь Может Убежим Даже Ай Увидел Да Фланг Беда Ну Они Четко Знают Надо Всегда За каверами Вставать И Видите Они С неимоверных Позиций Просто Забеть Хелка Погибает А до Ивака Еще Бежать Полчаса Они Всегда Знают То есть Если Теоретически Можно Достать До той Клетки Где вы Стоите Они Достанут Они Встанут Именно В той Клетке Где Надо То есть У них Как будто Бы Карта Открыта Поэтому Лучше Не Рассчитывать На то Что Типа Ты Они Не Найдут Себя Они Найдут Себя Минус Всемирный Уже Кажется Еще Спулена Нет Ладно Ниндзя Вроде У них Тоже Моды Установлены Да Лучше Ханкир Не хочу Сейчас Напороться На Психов От этих Мы Оторвались Ну Респект Ниндзя За такую Миссию Как он Убежал Вообще Оттуда У него Полхода Было В отличии От Лемингов Да Убога Я понимаю Тут Все Было Плохо Тут Был Стартовый Респ Хреновый Респ Эвакуации Еще Хуже Враги По дороге Фактически Все Три Пака И третий Прям на Респе И это При большой Зоне Понимаете Большая Это была Карта Ладно Зато Леминг Не умер Мэн Пауэ Камендер Препарировали Сектоида Надо было Повторять Это исследование Хотя Можно Сейчас Вскрывать Людей Потому что Скорее всего Будут Трупы То есть Копейщика Нет Копейщика Не надо Копейщика Не надо Давайте Мутона Попробуем Скрыть Скорее всего Гранатки Или что-то В этом роде Будет За неиспытание Рейд За материалами Скоро Так Там Назначается В убежище В регионе Одного Товарища Здесь Получили Ну здесь Бдительность Один Нужно Действовать Тут Может быть Даже Пойти Туда Не Пусть Пусть Рекордов Набирает Сладвента 7 Офигеть Ответный Огонь Ивент Да вы Издеваетесь Че Такое Некем 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 Нечем Ладно Гранатометчик Лес У нас Лес В лесу Как правило Тебе приходится Сражаться Да нет У меня Ничего У меня Не брони Пара Лазерных Пушек Есть Одна из них Дырокол И все Пояс 777 Ты очень Настойчив Привет Тебе Там Наступовые Товарищи Два Человека Но Как бы Нам Продержаться Я бы Произвел По крайней мере Лазерное Копье Для снайпа Выдал бы Сканер боя Нужно будет взять Почти обязательно Мы тут можем Просто миличного мутона Встретить И все И до свидания Нас ласковый мишка Снайперскую винтовку Берем такую Снимаем моды Блин Снайпера Скорее Надо Надо Сплавов нет Не флуди Пожалуйста Пояс Ну Ну Че Ты Такая Тут Тебе Спасем А Специал У нас точно Нет свободного Нормального Нет Да Гранатометчик Неопытный Полезен Спеца Блин Какая же Жесть Сейчас будет Погнали У нас там Два человека Один из них Штурмовик Топовый Другой Ниндзя Но Врагов там Три пачки Шесть Девять Ну скорее Ближе К семерке То есть Где-то Два Три Три Приблизительно Восьмерка Да И очень скоро И подкрепим И надо бежать Как-то сильно круто Только лазерка Даже не у всех А уже мы лично Да 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 Сразу Охренеть Так Здесь-то можно взорвать Хорошо Они разбежались Уже не сделать Ну ладно В целом У нас там Не такие жесткие Враги Урон Шесть Урон Четыре Шесть Глушить Этого Надо Блин Ну это Жопа Конечно Ладно Погнали А что делать Еще Есть Хорошо Повезло Сюда нужно Боевого Ниндзя Конечно Отправлять А не такого Рашвина Маг Но этого Я не убью С дробашем Давайте Здесь мне Нужно Его глушить Те 72 Крит Ну 72 Если нет Ну ты плотный Нет Все равно Ты дальше Не побежишь Какой у тебя Смысл Ты ход Экономишь Давай Ладно Блин Минималку Выкинул Четверка Из 7 Семь Сэкономил Блин Ход Здесь Часто Люди Бывают За углом Кидаем Кидаем Скан Сюда Да Господи Уже О Нет Это Трайк Конечно Конечно Я попал Я просто Попал Просто Попал Этого Чувака Я не Убью Два Езжешь Месть Жопа Сейчас Тот Стреляет С критом Скорее всего Эти Выходят На меня Так ладно Гранатоменчик Уже с гранатами Коста Овер Блин Мне неким овер снимать Ты оверуотч Ладно Там граната Вот это опасно Он сейчас Меня флангует Хорошо Не крит 14 Повезло Так Что я делаю Молюсь Ориентировочно Сюда Нужно Кидать Первую Гранатоменчик Снимать Два Овера Не идти вправо Потому что С той стороны Тоже Паким Врываться Видимо Рейнджером Как-то Это Раз Это Вторая Гренка Два Господи Посмотрите На моих Бойцов Шесть Хитов Ни черта Нет Два И не убил Еще Дуплет Не сработает Там Овер Сейчас Работает Нет Сработал Хорошо Как там По дуплету 59 Нельзя Ставить С его Критом И дезориентации У меня не будет Да? Не будет А У меня Снайпер Здесь У меня Снайп Так Что делать ХЗ Вообще ХЗ Да я даже С одной Сейчас Пачки Не справлюсь Там Гранат Сейчас Полетят И Все Время Там Гранатометчик С гранатой Продвинутый Этот С гранатой И этот Еще Делают Исчезновение Ладно Исчезновение Это Вот это Вот опасно Уже Стреляет Прома Хочешь Повезло Если Этот Гренку Не кинет Держись Блин Урон Шесть Просто Ранение И Еще Пачкан Ладно Теперь Мы знаем Где Они Только Как Там Выживать Нет 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 О Так Дезориентация Гренка Дымчанский 62 48 Блин Ну Надо Лететь Просто Здесь Просто Лететь Семь Человек Больше Трех паков Я никогда Не видел Здесь Бежим Тут Гренка Точно Одна Как Минимум Чтобы Шатнуть Как Минимум Одного Второго Ранить Господи Ну Домные Люди Побежали Сюда Но У меня Других Нет Алло Поме Надо Лечиться Возможно За Фулл Кавер Отступить Кинуть Светошум До Двух Змеи Но Только С места Тебя Расстреляют Только Отсюда Светошум Пожалуйста Это По двум Змеям Да Ёпреси Так Будем Будем Подставлять Кого-то Еще Типа Плотного Этого Надо Дым Кидать Я думаю Подходить Фулл Кавер Кидать Дым Не 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 подходить Не подходить Потому что Жопа Будет Если Подойдешь Или Или в Этого Грянку Лучше Кинуть Типа Чтобы Выдержать Ход А У меня Этих Нет Давай Мать моя Женщина Одна Дезориентация Осталась Наши двое Бегут Они реально Могут Помочь Убили Фух Пофиг На добычу Вообще Пофиг Здесь Кидаем Гранату Получается Сюда Блин Там Три Реально Человека Я справа Увидел Там Три Человека Не знаю Кто Третий Стрельба Идет Под Ой Нет Там 40 Повезло Этот Снайпер Блин Как же Они Жахают И Третий Третий Непонятно Врубашек На змеи Нет Увы Да и Жизни Нет Я думаю Я думаю Надо Бежать На На Ивак Откидываться Светошумом По возможности Клавышка Клавышка Раненый Они Они Сейчас шутнуть Могут Так Как нам Кинуть Дезориентацию Третий Третий Знал бы Кинул бы На самом деле Две Дезориентации Это Хорошо Подхожу Кидаю Еще Дезориентацию Блин Надо Сейчас В ханкере Сидеть Остальные Дезориентации 52 Ну пробую Че Есть Лазерное Оружие Попали 62 Вот Такую Халяву Тут Прячемся Тут В ханкере А Стоп Этот же Еще Живой Как я Про него Быстро Забыл О нет Ужас 25 Хорошо И Подкрепом Ну Если До этого Я думал Сейчас Ворвусь И того Убью То Я точно Уверен Сейчас Что Никого Я пытаться Даже Убивать Не буду Из врагов Дальних Эвак Раз Бежим Прячемся От правого Эвак 2 Эвак 3 Тут Все Уже Каждый Сам За себя Извините Нет Я помогу Я Змею Дезориентирую Ну И Дурак Сейчас Дым Уже Уходит Ты Себя Подставил Под полукавером Против Змея Это Два Два Раза По 40 А Любое Попадание Это Ты Труп В общем Удачи Тебе Михаил С такой Игрой Эвак 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 Два Человека Осталось Раненый Штурмаж Под крепом Сейчас Два Ивента Два Выстрела От этих Перезарядка И Стреляет Дым Есть Еще Да Ладно Там Двадцатка Будет Царапина 24 Царапина Давай В другое место И делаешь Есть Отлично Змея Продолжает Тупить Уходим Уходим Или нет Уходим Как Вообще Нет Только Не бойся Не бойся Нет 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 Он Уже Не вернется Зареентация Снята Дыма Нет 25 Почему 25 Почему Что за баги Я не пойму Почему Они так Мало Попадают Как Нет Ты чего Какой Ханкер Почему Не пришел В себя Ну Все А Ханкер же Паник У него Точно Какая Грязь Ну мы Потеряли Одного Не очень Опытного Бойца Но Эта Миссия Просто Ханкер От разбитости Капец Шесть заданий Гранатометчик Это был хороший И это 7% Сработало На секретной Миссии Хреновенько Ну что Штурмаж Ранен Больше Брать Некого Засада 15% В прошлый раз Работал Ну там 15 было А не 7 Так Этот Трай Конечно Что-то Пошел Изначально Не туда Сила Адвента 7 Не туда Тыкнул Блин Смотри Положительно Боя Змеков Ильич Но больше С ней нет Бойцов Да Да Спроса В этом месте Ни на что Нет Миссия Не сканя Потому что Уже Все миссии Нашли В том числе Рейд За материалами Разбойное нападение Странники Ну тут Леммингов Мы Попове Так Можно сейчас Материалами Рожиться Ну я не знаю Ну я не знаю Ну вроде как Не фейл Миссию Это вроде Третий труп У меня только Пассивно Не играл Что не так Что не так Дополните Подкачать И подкачать И подкачать их В рейд Отправляю Прям тоже Пытаюсь Не скипать Регион Освобождать Пытаться Да я понимаю А что нужно Для освобождения Регионов Это еще Ни разу Не освобождал Очень не повезло С третьим регионом Сказано Сейчас Третий регион Да Он такой В описании Миссии написано Начните Освобождение Дек Понятно Но Там же Целая серия Миссий На освобождение Там Так что Там написано Я в курсе Нужно просто Все миссии Этого типа Выполнить Или что Регион Будет освобожден Ничего не надо строить Ничего не нужно Специальные миссии Выполнять Штаб штурмовать Тоже не нужно Совет хороший Тебе по четыре дня Дают на такие миссии Ты скипаешь Да Нужно миссии Накатак написано Освобождение Предменяем Клякс На две Потому что Штаб База Понятно Спасибо Так я вижу Первый контейнер Цепочка Из трех миссий Который сложнее Ночи чем обычно На них написано Освобождение Спасибо Будем пытаться Так Потихонечку Проходим Смотрим На врагов Смотрим На Материалы Вижу Раз-два-три И вижу Врагов Сейчас Справа Сражаться с ними Я не могу Сразу говорю Не могу Тут у меня люди Не для этого Пришли Они пришли Просто Чтобы выполнить Хотя бы Как-то Эту миссию Пытаюсь Найти еще Слева Один Как-то Негусто После Третьей Появится Фиксированная Миссия Башня связи Ясно Спасибо Так Тут у нас Странники Еще Еще есть Косновный признак Нужной миссии Там Вышли Сила Врагов На Одну Единицу Выше Чем Сила Адвент В регионе Пример Жмите Присели Адвента Один Малый Не дает Такие Видимо Нужно С проник С этим С развед Данными Брать Как там Еще раз Найдите Улику Сейчас Предмет Вип Потом Вышка Ой У нас Дрон Тут С фланга Блин Этот Дрон Рон Дон Дон Может Нам Малину Испортить Вылетев Эти двое Далеко не Отходят Гады Блин А тут Дрон Меня Уже Увидит Короче Не вынесу Я отсюда Материалов Чувствую Максимум Два Если не Хочу Сполить Еще Следующий Пак Этот И мы Можем Закидать Расстрелять Это Слева Кто-то Еще Ну Сейчас Будем Собирать Собирать В этом Сразу Ивак Да ладно Имэк Выходит Как не Вовремя Не Ушли Все 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 Не 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 Значит Нет Погнали Раз Ивак Два И Отступаем И отступаем И отступаем я ради экспы сюда при 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 пелс приперс стране что чем на меня бегут гады ну постреляем зато а у нас бонус по экспе кстати по этим хотя за странников должны вообще крапаль давать какой-нибудь что-то мы тут вообще постреляли как как нубасы мы есть нубасы кто-то подходит нам справа и слышу шаги ну нет ладно отстреливаем упырей сранников сранников повышение доLA негдай и топ от смотрите-ка четыре заряжаемся перезаряжаемся 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 надо попробовать прорашить следующий раз будет если будет конечно новый try не уверен что будет у нас 1 вроде как все идет отлично попробовать по форсить это как раз вождение региона прям Поставить цель и что бы то ни было Несмотря на ранения, потери выполняют те миссии Которые нам предлагают Нифига себе какой Из потешка вылет коварный Лут принес 100% лут принес Иди сюда Неуверенный голос, по крайней мере знаем Где они находятся Не, лут не принес Все, эвакуируемся Из-за странников заканчивает Не заканчивают ход? Не-не-не, это в прошлой В прошлой части, ну в смысле, в прошлых версиях Такое было У нас у леймингов вообще не оружие, ни хрена нет Все, валим Как раз вовремя Все шесть человек мы взяли на эту миссию И все шестеры должны апнуться по результатам Там три новобранца И там со дна люди, специалисты, гранатометчики Безупречно, говорят Но ресурсов, понятное дело, мы отсюда не вытащили Почти нисколько Но цель была другая Как же пью-пью ракетчикам и гренникам с респа? Не было ракетчика, кажется Хотя, может быть, и был Был ракетчик Большой бум Можно было, да И три лейминга поднялись Шестнадцать баксов Четыре сплава, четыре кристалла Ну, четыре сплава у меня был один Как-то так что Я считаю, очень даже неплохо Там связи какие-то формируются новые уже, молодцы Продолжаем Докапываем инжами Скоро уже Будет нечего копать Возвращаемся к скану Видимо Хотя материалы нужны Бдительность пять Очень аркадный, конечно Очень аркадный Я тут действую Сладвинта шесть В следующем месяце будем действовать Вот здесь вот, видимо Давай О Во-первых Эльдарыч восстановился То есть В целом мы можем убрать А, там анклав еще Он тоже важный Я думал, ученого убрать На контакт вышел лейминг Но нам лейминги не нужны Они нам особо не помогут Так, слушайте А тут небольшая А почему Нет, давайте Тринадцать пятнадцать Десять-двенадцать Погнали Десять-двенадцать человек Нас пятеро Но мы в тельняшках Мы в скрытности У нас там отравленные патроны У нас там бронебойный патрон У нас специалист, который ломать должен Просто всех И очень важная миссия Которая может принести нам материалы И даст нам возможность Броники сделать Оружие сделать Не только для одного состава Но и для остальных бойцов Здесь у нас есть жнец Для постоянной разведки То есть вначале у нас маскировочка И мы первый пак должны убивать так Эллиминейт Так, вот с отравленными Патриками Вообще опасно сюда Здесь подходить Вообще лучше Аккуратненько действовать Рейнджер один Видит уже врага Блин, вот это паки По четыре человека Капец С таким количеством хп Что я бы лучше вышел Так, давай-ка назад Ну куда назад-то О, наш Нас пятеро Не шестеро Я уж обрадовался был Начинать нужно с заморозки Если 10-12 То три пака по четыре человека И все Это чемпион Как бы Why not У нас еще две заморозки Главное, чтобы они встали На трех На легких Тренерей Идут, идут Кучнее, 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 кучнее Ай, не поместился один Так, аккуратно Сейчас уже Уже, уже близко Уже близко Идут кучнее, кучнее Ребята Три на три Клеточки Пожалуйста Занимаем Не разбредаемся Ближе Ракетчик Ближе Есть Есть Стоп Отлично Идеально Ювелирно Поехали Извините Бах Бах Сейчас очень быстро Их расстреливаем Очень быстро Раз умрет Лучше тех У кого Кто отравляет Ну, не змей бить В общем Отравлей не умрут А ты работай По Ну, раненым Соответственно Змейкам Блин, начало Только Треть карты Просто убиваем На старте Ууууууу Доги Крид Прилетел Два ой как же хорошо то у тепленькая пошла нормально о лут разженец есть если что я думаю что жнецом пока стоит просто подойти и выстрелить разок причем чем бросить ножик просто человек но у нее бесконечно ножи если он раз два два лута тихо главное сейчас не спулить отлично дальше что мы делаем мы убиваем раз включаем жнеца остальными перезаряжаемся встаем на овером жнец пошел собирать поднимаем смотрим где враги два глушителя один модифицированный другой обычный подходим смотрим где там следующие паки ничего не можно хорошо перезаряжаемся блин небо регион силы адвента 1 или диверс какую строить я не знаю движу следующую пачку о о о о о две пачки это простая этот посложнее значительно так ну что я делаю я отступаю потому что у меня уйдет маскировка мне нужно до следующего жнеца уже подготовиться но отталкиваемся от того что нам надо будет воевать смотря вот в ту сторону то есть мы выставляем бойцов под полное укрытие так и нам надо каким-то макаром и вообще ножиками их можем закидать то есть кровотечение и прочее я бы дождался когда когда откатится жнец здесь бы подождал просто на уверены подойти кинуть кинжал просто пусть кровоточит чуть-чуть поближе подойдут на что для жнеца так видому ближе подходить ладно проверяем слова делаем тень выходим сюда даже вот сюда поближе смотрим как они стоят если все еще стоят вижу всех раз два три четыре здесь да ну начинаем с этого пока ничего кто тот самый опасный тут самый опасный ракетчик калечащим ударом сохранением невидимости об попал ты не в того стрелял ну дальше у нас здесь подготовка 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 жнец все еще невидимый даже так его не видно ох ты какой хитрый а смап хакер сраный я знаю что ты видишь все просто без палево абсолютно подходит абсолютно без палево я убегаю жнецом пытаюсь встретить на оверах за фулл каверами я знаю что вы знаете сейчас прибегут прибегут паразиты если не прибегут я жнецом снова на этом не прибегают слушайте может я зря на них так да увидели ухожу в тень еще один калечащий удар вот поэтому я жнеца люблю на такие миссии брать ну 75 промах фактически это бесплатная бесконечная разведка чай они побегут как они так делают блин все стоят на овере ни один не стрелял он подбежал ровно так как надо ну есть минус 1 не не минус он живой и стреляет тихо тихо 4 процента не психуй так меня очень беспокоит ракетчик если честно вроде он далековато чтобы выстрелить 1 пошел 2 пошел вообще класс до дебют перестрелка погнали верный в верный выстрел по рокету первый промазал 2 100 процентов попадем снимем часть хп о ну красавцы а ну красавцы же если не читеры конечно же я не могу сейчас бежать так лучше перестраховывать перестраховаться я бы даже закинул светошим на него потому что гранаты чё солить мне реально давай-ка лучше так прям чётенько при этом берем пока что 8 человек осталось там нот с два человека скорее всего скорее всего два человека он под овервотчем мы перестреляем два рейнджера таких рад товарищей перестреливают с пристрелкой с все отравление он уже не боевой а следующий выстрел будет 98 процентов только утецки они соберу увы то есть я могу попытаться но это ошибка что там был второй пак под жнецом я не успею это не самое главное в этих миссиях поверьте хотя хочется конечно о я спулил все-таки пошел не прав сейчас мне могут этого минусы просто и заморозка нужна заморозку не факт что докину но пытаться надо докину надо кидать кидаем арена полное укрытие может быть стоит подойти а вдруг здесь еще будет человек какой-то что-то замерзший хорошо я думаю иммунитет у него вообще но мы стреляем сходу по нему просто я заморозил воды для того чтобы это чтобы он меня не убил на следующий ход никуда он чтобы не свалил ладно рискуем собираю лут модифицирован расширенный хороший лут здесь подходим здесь протокол помощи перезаряжаемся но дым я не докину до туда естественно никак на всякий случай кину дым под полу укрытием хотя нет тебя же не видно все равно он же знает что ты здесь будет скорее всего последний пак давай так что собрались действует только пулеметчик нам стреляет полное укрытие в протокол помощи 7 процентов мажет слава тебе господи да хорош позиции что ты начинаешь здесь ушатали и еще лутецкий ядро окожданных но из него видите два выпадает я могу вообще его обойти покалечить как беспалево калечащие скритом 600 процентов вообще убить может сейчас добиваем ориентировочно виверным ударом 8 7 да ладно это самая легкая будет миссия по по материалам по рейду без ранений без потерь собрали все только ресурсы кстати собрали тут вокруг еще ресурсы валялись можно было побегать не знаю насколько их много или они автоматически собираются на таком типе миссии как трупы и у нас в какой-то веке появятся сейчас сплавы деньги и мы скорее всего надо будет делать час пушки лазерные пушки в убежище броньки 75 материалов 70 до многое не сделано это конечно труп вайпера есть я бы еще сделал патрик 1 ядовитый патрик бы сделан еще газовые гранаты но я инициирую при помощи другого военно-пылевая медицина есть аптечки можно сделать а подождите я же производить могу сразу если ты сделал один она перемещается в производство предметов да нет отравленные да и делаются сразу же так ладно что мы делаем у нас появились деньги бдительность шесть сюда карательную акцию могу сейчас словить сразу же ухожу в конспирацию до свидания сила адвента 3 бдительность 3 сила адвента 6 возвращаясь сюда сканить будем в этом регионе давайте я выделю все-таки готовясь карательным акциям сделать две снайперские винтовки лазерные хотя одну кажется мы сделали улучшение оружия снимаем катерина синь 2 копье найти у кого она вектор жнецу делать деньги улетят только так прям оглянуться не успеем как все вот это вот что что сейчас получили она уйдет не вернется и цирный приклад и второй советник убежища спецназ вандорн а у кого была снайперка у нас там был у нас снайпер ранение у поме это не поме аспирант почему он опытней надо аспиранта тогда отправить в качестве советника убежищем 2 так хорошо наличие конспирации тебя не ну то есть может прилететь еще акциям все прям перемещаемся сюда получается блины уже уровень 8 ну да берсерки появились милишные ох тяжеловато это про идет но это из-за двух трех регионов и за сделали второго разрушителя больше кажется в партизанке делать нечего офицерски полезная вещь очень ну ладно давай специалиста будем делать офицером бегом потому что он всегда отстает специалисту можно отставать сканим миссии в новом регионе взломайте найдите улику на 7 часов ну то есть я не могу такие миссии не могу сделать так здесь что у нас скрытое событие уничтож 3 транслятор гражданские показать отряд дает проникновение должен ускорить проникновение контрразведка предотвращение скрытого события погнали игорёша говорит доброй ночи но еще ну хотя да уже уже приходит время добрый добрый здравствуй и вроде миссии не фейлил то есть атаки убежища отбивали мы правда в мирных потеряли в одном моменте довольно много в целом сопротивление всегда было много у меня это был этап освобождения да я понял найдите улику вот это первая миссия ветки так у нас передатчик причем передатчик который нужно физически мочить вижу уже кого-то дрон надо захватывать его будет шаг в тень выстрел из пистолета о еще кого-то увидим сейчас пачка милишник огнеметчик у нас взлом довольно высокий я полагаю что куда же защитника ладно давай сюда 12 ходов у нас есть эти уходят ну он уже там с тремя единицами брони человек хрен убьешь управление роботом сто процентов хорошо это вероятность мне нравится уже взломали победный трой да 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 первые победный серьезно в этом первом трое у нас очень много проблем очень много проблем так и как двигаемся всеми сюда так дверь открылась вот выходит враги может гренку сразу закинуть а мне кажется да ну хороший урон не достаю заступник по крыше может попрыгать до кинусь топор это капля в море а терять ходы не хочется потому что хотя мы близко ладно подхожу еще сильнее потому что дрон скоро рондон дон у нас уйдет у нас уйдет погнали но помним что мы убили то только одна одного человека но взяли под контроль это первая пачка мы еще не знаем где две не показали мне третий урон он был первые хорошие 3-4 а огнеметчик прямо надо мной ладно там у нас рейнджер есть бронебойка и должны его расстрелять что дальше проезжать не проезжать да проезжать надо тут врывашки видимо надо делать тоже магнусом карлсон ну что фланг потому что он может реально один этого человека убить и мы спулили змею сектоида боясь сектоидов нормально все будет есть повезло не самый опасный пак но лучше третьего не пулить 36 как-то слабенько делая первую стрелку может добить у меня тогда не будет неуязвимости у этого копеечка движет ну и давай так попробуем промах окей и ближе подходить нельзя очень в коем случае разве только ниндзей то аккуратно аккуратно она пробуем здесь попасть но это очень опасно хорошо он оставил ровно столько сколько нужно было ну что заступник должен убить для того чтобы получить неуязвимость и он убивает все остается здесь потому что слева могут стрелять только никто не уходит точно никуда не уходит нет лучше заковривать что дальше желательно не подходить миша ну ладно овер тогда копеечка бежит здесь можно давай ладно по добиваем стрелка здесь пока я бы нельзя вообще увел куда-нибудь что когда милишник побежит то будет все уже поздно или отправил бы его до его отправлю ка лучше сразу на сюда вот куда-то подходим давай овер а вот и пак но его видит ниндзя пока что не очень опасные враги слава богу и мы всех видим всех видим уже ту дезориентации все они уже не особо работают крота вас подходит будем ниндзи врываться а может не будем тут неуязвимость на промах он по дрону а дрон еще работает дрон танкует точно сектует домушник забирается внутрь на второй этаж и а неуязвимость не работает на это блин это побежал есть милишника ушатали отлично то есть осталось пять человек двое из них спулины все посмотрим еще вышка на взлом не значу подвис панику мы можем снять но я не уверен что это правильное действие три плюс три три до девять это все что есть надо выходить на эту улицу ну иначе мне неким сражаться просто может быть даже и дрон туда подставлять не рановато ли может лучше с ним справиться ходы то есть да видимо надо потратить отход на восстановление магнуса на подтягивание сюда вот на улицу два человека наверху это очень хорошая хорошая тема те подойдут как раз можно я щас магнуса наверно даже отведу назад слушайте а даже наверное рейнджерами наверх залезу что это даст мне возможность дрон надо увести здесь перезарядка кассовер распада идем ближе ну все смотрим как те действуют они идут на меня смогут спулить хотя на крыше вроде как они не должны увидеть они на краю нахожусь только нельзя на краю змея пошла очень хороший фланг подставила отравляет кажись нет да как просто full кауэр прострел очень не заметил дрон возвращается надо четыре хорники так ну здесь мы а нет бросок топора это врыв сразу будет да или врываться уже дрона убиваем блин надо врываться у меня времени уже нет и нет времени уже как же сделать так чтобы они давай ниндзи начнем краталус или сектоит краталус опасность сучок поехали ниндзя проявляется фланг выстрел раз смотрим как эти разбегутся плохо разбежались разбежались очень плохо никаких флангов ни хрена нет стабилизируем окспирана привет ларимар прошло время белика до век беляков конечно недолгий сюда я ворваться не могу здесь я подставляюсь мне кажется надо все таки заступником выходить на место ниндзи ниндзи врываться по какому-нибудь сектоида 7 9 10 12 вот так вот делаем чтобы укрытие было но все равно сейчас аркада идет уже как бы один человек у меня лежит и эвак я не кинул вот это грубая ошибка надо час эвакуацию было кидать стойду били хорошо с критом и без крита бы не убили и соответственно эвак нет 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 мисклик нет извините не мисклик 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 хух господи кто ставит кнопки эвак за окончание ухода рядом ёпыр сетэ полиция траев сейчас приедет ребят я отойду фух меня нет если что а и и и и и и полиция трайв михаил вы арестованы черешня на стол и мы в расчете серьезно что это там за как кто так делает интерфейс конец хода должен быть что да я бы подрезал